в совершенно другом месте. Его уже не было в его спальне, скорее он был в полностью закрытой пустой комнате. Внезапно в верхней части пустой комнаты раздался голос. Это ваш первый вход в мир виртуального измерения. Пожалуйста, настройте виртуального персонажа, имитирующего вас, а также введите все данные, относящиеся к вам. Услышав этот знакомый холодный голос, Ли Юнимо вздрогнул с ног до головы. Он чуть не подумал, что он снова активировал систему теней. Однако ему удалось быстро отреагировать. Голос системы, должно быть, был получен из ядра виртуального измерения, построенного в тесном сотрудничестве шести континентов. Он немного успокоился и вскоре обнаружил, что перед ним тихо стояли две виртуальные 3D-фигуры, которые еще не были смоделированы. Несомненно, эти два аватара должны быть масштабированы в соответствии с его физическим телом. Если все пройдет гладко, следующий шаг Ли Юнимо после входа в виртуальный мир будет состоять в том, чтобы настроить его аватар, а также его профиль в соответствии с его реальными данными из жизни. В конце концов, даже если бы он хотел настроить свой аватар, полагаясь на свое воображение, он все равно должен был считаться с правилами Альянса. Подождите секунду, зачем два аватара? Это невозможно, разве не говорилось, что каждому разрешено иметь только один аватар в виртуальном мире. Тогда почему у меня два? День система обнаружила, что хозяин вошел в специальное пространство, образованное в нескольких измерениях. В этом особом пространстве может быть активирован ваш аватар тени. В этом особом пространстве ваш аватар тени получит реальные данные вашего тела и использует инструмент сравнения и пропорции, чтобы масштабировать его. На этот раз не было сомнений, это было действительно уведомление системы. Однако, услышав уведомление, в сердце Льюнему снова зародилась тревожность. Система, ты имеешь в виду, что если я создам более одного аватара, один из них будет принадлежать моей тени. Утвердительно, аватар вашей тени настроен в соответствии с правилами данной системы, он, таким образом, защищен от обнаружения и ограничения ядра этого особого пространства. Что за херня? Эта система пренебрегает всеми правилами, не так ли? Хотя он уже испытал хитрость системы теней, Льюнему не ожидал, что система сможет даже обойти ограничение виртуального мира, созданного Альянсом. Однако, услышав объяснение системы, Льюнему стало ясно, что если бы он использовал свою тень для моделирования второго аватара в мире виртуального измерения, то в течение следующего месяца он не смог бы использовать тень для охоты на монстров. Поскольку тени потребуется целый месяц, чтобы синхронизировать данные с миром виртуального измерения, Льюнему решил отложить это. В конце концов, нужно было заточить топор перед рубкой деревьев. Глава 9. Легендарный мир виртуального измерения. Глава 9. Легендарный мир виртуального измерения. Первым делом Льюнему выбрал фигуру слева и запустил процесс моделирования. Так как конституция его тела, внешний вид и имя аватара должны были быть аутентифицированы мозгом виртуального мира, не было необходимости во множестве правок. Независимо от каких-либо корректировок, когда другие проверят реальные данные, полученные от мозга, они узнают, кто на самом деле был перед ними. Таким образом, Льюнему не чувствовал необходимости вносить какие-либо коррективы. Он мог изменить свою форму тела, чтобы иметь более мощное телосложение, изменить лицо, сделать его более красивым и даже выбрать более властное имя. Но в чем смысл? После опасности, с которой его семья недавно столкнулась, Льюнему теперь находил все эти вещи бесполезными. Вскоре Льюнему сделал свой собственный аватар и быстро внес некоторые корректировки. Не тратя много времени, он активировал свой смоделированный аватар. В этот момент его аватар, молча стоявший в стороне, озарился ярким светом. Действительно, как говорили слухи, это была просто его копия, его клон. Данные о силе его тела и его недавно пробужденная энергия потока, все было идентичным. Однако, когда он взялся за другую фигуру, тихо стоящую с правой стороны, только тогда он понял предыдущие слова системы о том, что она не связана никакими правилами. Изменения, допущенные во второй фигуре, полностью превосходили все его ожидания, количеству разрешенных модификаций не было предела. Другими словами, это зависело только от желания Ли Юньму. Он мог смоделировать фигуру, как ему нравится, превращая ее в гигантское существо или, возможно, даже сменить пол. Если он этого захочет, это дозволено. Естественно, Ли Юньму не был настолько глуп, чтобы навлечь на себя бедствия, привлекая к себе много внимания. Если бы он действительно смоделировал тень в какое-то гигантское существо, то это, конечно же, привело бы к расследованию мозга, даже возможно, что это может привлечь внимание Альянса. Таким образом, хотя он и мог игнорировать все правила виртуального мира, Ли Юньму сохранял осторожность и слепил из фигуры аватар молодого человека лет 20. Особенности? Простая внешность была хороша тем, что она не привлекла бы внимания. Фигура? Ох, она должна быть спланирована должным образом. Хорошая форма пришлась бы, кстати, для боев. Рост 185 см, оптимальный рост, обтягивающая одежда, мускулистое тело, 6 кубиков, длинные ноги, сильные руки. Имя? Ли Юнь подойдет. Настройка завершена, аватар завершен. После того, как Ли Юньму сотворил свой аватар, в следующий миг тихая фигура, стоящая справа, выпустила яркий свет и активировалась. Это мой аватар? Когда Ли Юньму увидел активацию аватара, он вскочил в испуге. Когда Ли Юньму изначально создавал аватар, он ваял обычное лицо без каких-либо выдающихся характеристик, не говоря уже о красоте. Однако это обычное лицо было масштабировано с самой оптимальной формой тела человека, и в результате весь аватар был окружен ярким светом и принял выдающуюся фигуру с таким спокойным и холодным лицом, с холодной ухмылкой, которую нельзя было не заметить. Ха, он действительно перестарался. Однако, поскольку все было определено, Ли Юньму оставалось только принять это. Его аватар выглядел статно и привлекал внимание, несмотря на его намерения, первоначально полностью противоположные. Но пока другие не знают, что это именно он был контролером аватара, тогда это не проблема. Он был убежден, что под покровом системы теней, мозг виртуального мира или даже сам Альянс не обнаружат существование этого аватара. Но у него не было полной уверенности войти. После настройки аватара, его сознание проникло в аватар слева, который вошел в измерение виртуального мира. Когда он вяло раскрыл глаза, его окружение резко сменилось. Это был мир из легенд, в котором люди жили до наступления темной эры. В этот момент он был в центре высокоразвитого и процветающего города. Его окружение полнилось многочисленными небоскребами, ослепительными неоновыми лампами, большими рекламными щитами с разными позами и выражениями и поездами, летящими по небу. В этот момент Ли Юнь Мо был потрясен. Увидев этот высокоразвитый и процветающий город, он решил задержаться там подольше. Была ли цивилизация предков до темной эры столь процветающей? Атмосфера не была наполнена энергией хаоса, только синее небо с ярким солнечным светом. Вода в озерах не была хоть немного загрязнена, даже дно было ясно видно. В самом деле, как говорилось в легендах, вода и небо сливаются воедино как один цвет. Неудивительно, что все взрослые с центрального континента тратили бешеные деньги на покупку пространственного шлема, чтобы войти в мир виртуального измерения. Сегодня и у меня есть шанс испытать это. Ли Юнь Мо долго стоял на том же месте, шокированный, как сельский житель, только немного погодя он опомнился и посмеялся над собой. Он поднял глаза и бездумно пошел по городу, который когда-то был частью центрального континента. Поговаривали, что в виртуальном мире время идет в три раза медленнее по сравнению с реальностью. Это неравенство во времени было причиной того, что многие люди континента часто входят в этот мир, так у них в три раза больше времени для их нужд. В виртуальном мире центрального континента можно увидеть людей, происходящих с других континентов. Пока он шел по городу, за этот короткий промежуток времени он видел много людей с различным цветом кожи, чьи предки пришли с других континентов. Голубоглазые белые люди, черные люди с черными волосами, люди с каштановыми волосами, карие глаза и коричневая кожа, люди пустынной расы, происходящие с пустынного континента, а также люди Нептуна, пришедшие с Северного моря. А мой бог, только теперь Лиюньму осознал тщетность своего бытия. Мир был настолько велик, а он раньше был просто маленькой лягушкой в колодце. Это был первый раз, когда он видел столько разных людей различных цветов. Хотя на центральном континенте жили разные люди, прожив всю свою жизнь в маленьком городке счастливого ветра, он никогда такого не видел. Особенно люди пустынной расы, а также люди Нептуна из Северного моря. Это был первый раз, когда Лиюньму встретил таких людей. Только увидев все это, Лиюньму осознал свою наивность. Перед ним открылся новый мир, разрушающий все его догмы. А во, смотрите быстрее, это старый задирач житзы с пустынного континента. Он пересек океан и прибыл на центральный континент, чтобы бросить вызов Гугли из храма бога войны. Сообщается, что он победил трех знаменитых рыцарей храм бога войны. О, мой бог, тела этих людей с пустынного континента очень мощные. Смогут ли люди нашего центрального континента остановить его? Внезапно на площади коммерческого центра собралась группа людей и уставилась на большой экран. Да, пространственное поле битвы. Лиюньму не мог не заинтересоваться группой людей и тоже поднял голову. С волнами, вздымающимися в его сердце и кипящей кровью в его венах, он посмотрел на двух грозных аватаров, изображенных на большом экране. Глава 10. Пространственное поле битвы. Глава 10. Пространственное поле битвы. Пространственное поле битвы. Лиюньму много раз слышал о нем от других. Каждый раз, когда отец заговаривал об этом, у Лиюньму вскипала кровь. Прежде, каждый раз, когда он слышал об этом, это звучало как сюжет легенды. Главный герой и все прочее в этой сказке казались ему настолько далеким, но теперь он самолично вошел в этот мифический мир. Более того, он сам мог стать одним из главных героев. Нужно сказать, что пространственное поле битвы в мире виртуального измерения считалось священным храмом в сердцах всех простых людей. Все они хотели лично присутствовать, даже просто как зрители. Как ясно из названия, пространственное поле битвы было виртуальной боевой системой, приближенной к реальности. Виртуальный аватар каждого человека получал реальные данные о силе и, таким образом, каждый мог сражаться, как если бы на месте аватара был он сам. Здесь последователи потока могли попрощаться со всеми своими страхами и безрассудно броситься в бой. Принимая участие, они могли поднять свой уровень и умножить свою силу. Ли Юньму растерял все свои думы, смотря на большом экране драку двух бойцов. Я полностью пробудил энергию потока, но каков был бы мой уровень на этом пространственном поле битвы? В сердце Ли Юньму зарождалось желание. В следующий момент, используя значок последователя потока, он вошел в пространственное поле битвы. Определение силы. Последователь потока. Личные достижения. Нет. Боевые навыки. Нет. Происхождение. Нет. Принадлежность к боевой команде. Нет. Вы впервые вошли в виртуальное поле битвы. Система требует, чтобы вы выбрали тренировочное поле в соответствии с вашими свойствами. Без сомнения, он был здесь полным новичком. Ядро получило всю информацию, связанную с аватаром Ли Юньму. Ли Юньму быстро нашел вход в пространственное поле битвы. Низкая плотность среды. Низкоуровневые монстры. Средняя плотность среды. Низкоуровневые монстры. Высокая плотность среды. Низкоуровневые монстры. Океаническое сражение с низкоуровневыми монстрами. Помимо этого, имелся список раундов против людей. Ли Юньму сделал выбор без колебаний. Он уже практиковался в убийстве монстров через систему теней, но, став последователем потока, он так и не получил опыта в боях с кем-то подобным себе. Матчмэкинг завершен. В следующий момент Ли Юньму оказался в джунглях. Как только он осмотрел свое окружение, он, казалось, был на тропическом острове диаметром в один километр. Выпавшего ему врага нигде не было видно. В руке Ли Юньму появился маленький клинок. Подготовившись, он вошел в джунгли. Внезапно с пугающей скоростью в него бросилась острая стрела. Молодой человек, ты новичок? Ха-ха. Такой храбрец осмелился зайти в бой и просто ждет, чтобы его раздавили. В тот же момент, когда появилась эта стрела из джунглей раздался зловещий смех. Однако, когда Ли Юньму, абсолютный новичок, увидел, как эта стрела пробивается к его черепу, его тело инстинктивно дернулось и уклонилось от смертельной угрозы. После уклонения Ли Юньму остался безрассудно стоять на том же месте. Ясно, что он не ожидал такой ситуации. Он считал, что уже был убит атакой противника. Только тогда он понял, что его тело отреагировало инстинктивно. Неужели в последние несколько дней я подсознательно выработал какой-то боевой инстинкт, рискуя жизнью и убивая монстров с помощью системы? Размышляя об этом, уверенность Ли Юньму значительно усилилась. Он прислушался к своему окружению, прямо как когда он вел свою тень по районному саду. Он улавливал любой звук в траве, отгоняя все отвлекающие мысли. Я нашел тебя. Ли Юньму ухмыльнулся и в одно мгновение, все его тело сорвалось в атаку, как танк. В него снова выстрелили стрелой. Но Ли Юньму, который на этот раз был готов, мгновенно вычислил, как уклониться. Пока он атаковал, враг несколько раз перемещался и выстрелил несколько стрел. Последняя стрела была покрыта энергией потока, она излучала черный свет, сила ее была еще более грозной. Но даже если это была огромная стрела энергия потока, она все равно была выпущена впустую. Ли Юньму уклонялся влево и вправо, он все еще двигался к цели, но при этом обладал своеобразным ритмом уклонения от стрел. Ты проиграешь, новичок. Ли Юньму прислонил клинок к шее врага. Оба они могли видеть основную информацию об оппоненте. Ли Юньму стало известно, что противоположная сторона также была новичком последователем потока. Но почему враг вел себя так вальяжно? Может быть, потому, что он впервые попал на поле битвы, и противник недооценил его. Как это возможно? Ты действительно новичок? Ты вошел в поле битвы в первый раз? Противник спросил в изумлении. Пора умирать. Ли Юньму не ответил на вопрос, он просто сделал свой ход, не задумываясь. Аватар противника упал без сил и разрушился, постепенно исчезая. Не зная, было ли это реальностью или иллюзией, Ли Юньму продолжал смотреть на исчезающий образ врага. Он разбился на несколько маленьких гранул и вошел в его тело. День. Вы победили врага в мире виртуального измерения. Вы поглотили три космических элемента из тела врага. День. Хозяин познал начальный уровень уклонения отстрел. Вы находитесь на первом этапе навыка уклонения отстрел. Умение уклонения классифицируется как самостоятельное. Если хозяин хочет увеличить мастерство уклонения, он должен будет практиковаться самостоятельно. Ли Юньму оцепенел. Он был уверен, что эти два системных звуковых сигнала происходили не из основной системы мира виртуального измерения, а из системы теней. Система, что это за космический элемент? Почему я могу поглотить космический элемент из врагов? Кроме того, что это за умение уклонения отстрел? Ли Юньму был взволнован в этот момент. Все это происходило впервые. Используя систему теней в течение стольких дней, он считал, что там есть только очки опыта и очки способности. Космический элемент – это источник энергии из ядра космического пространства. Когда хозяин побеждает врага, обладающего элементарной космической энергией, тогда часть космического элемента будет поглощена телом хозяина. Чем выше сила космического элемента противника, тем больший объем будет поглощен. Система ответила оперативно. КХМ – система, ты можешь объяснить человеческим языком? Ли Юньму не мог ничего поделать, он действительно не понимал сложные слова, используемые системой. Через минуту молчания система снова ответила. В соответствии с мировосприятием хозяина поясняю, хозяин должен побеждать последователей потока, что позволит хозяину поглощать из них определенное количество энергии потока. Глава 11 – неравный бой. Глава 11 – неравный бой. Со второго раза Ли Юньму понял, после победы над врагом он мог поглотить из них частичку энергии потока. Космический элемент? Какая мне польза с этого космического элемента? Большие преимущества. Космический элемент может использоваться в пространственных магазинах для обмена на все виды пространственных методов культивирования и боевых навыков. Чем выше класс методов культивации и боевых навыков, тем выше цена. Делайте все возможное. За объяснением системы в уме Ли Юньму сразу появился экран. Проекция этого экрана была такой же, как меню системы теней на его старом компьютере. В меню ранее были только режимы системы и личная информация Ли Юньму, но теперь в правом верхнем углу появилась новая опция «Доступ к пространственному магазину». Ли Юньму нажал на эту маленькую иконку, и действительно, он получил доступ в магазин. Когда меню магазина открылось, там оказалось множество методов культивации и боевые навыки. Адмиралтейский покров, который он ранее получил из пространственного ящика, также был в ассортименте. Кроме того, помимо него, там были навыки 5, 6 и 7 уровней, которые еще не были доступны. Это короткое мгновение было праздником для Ли Юньму. Даже спустя некоторое время товаром не было видно конца. Тем не менее, он ясно знал одно. В этом магазине хранились тысячи древних методов культивирования и боевых навыков, и, если у него будет достаточно космических элементов, он мог приобрести эти навыки. Боже мой, это же не шутка, верно? Ли Юньму был жаден до древних боевых навыков и методов культивации. Самые низшие методы культивирования требовали от 10 до 99 очков для покупки. Средние от 100 до 999 очков. Второсортные требовал от 1000 до 9999 очков, а высший класс требовал ужасающих 10 000 космических элементов. Другими словами, древний метод культивирования адмиралтейский покров из пространственного ящика, который он получил после убийства монстров, имел стартовую цену, по меньшей мере, 10 000 очков. Он взглянул на свою информацию об очках космических элементов, 3 очка. О, мой бог! Это означает, что если он захочет приобрести еще один высший метод культивации, ему нужно будет победить 3333 противников того же уровня, что и тот, который только что был повержен. В этот момент Ли Юньму, наконец, узнал редкость адмиралтейского покрова, который он культивировал в настоящее время. Система уже докладывала ему, что вероятность дропа пространственного ящика была бесконечно малой. Эта малая вероятность означала, что частота выпадения ящика была что-то вроде 1 на 10 000 убитых монстров. Более того, шансы найти в ящике метод культивирования высшего класса были еще меньше. Таким образом, полагаться на пространственные ящики Ли Юньму может только в мечтах. Похоже, если я захочу обменять космические элементы на качественные методы культивирования, то остается подбирать могущественных противников. Ли Юньму принял решение за доли секунды. Надо сказать, что появление пространственного магазина было чем-то, чего он ждал с большим нетерпением. Таким образом, у него был доступ к целому арсеналу древних боевых навыков и методов культивации. Продолжить, прокручивая эти мысли в голове, Ли Юньму сразу же вступил в свое второе сражение. Пространственное поле битвы автоматически закрепило ему противника. Победа в последнем матче сильно повлияла на уверенность Ли Юньму. Несмотря на то, что он был лишь новичком, ему было на что рассчитывать. По крайней мере, у него есть мощный адмиралтейский покров, что уменьшит нанесенный ему урон, а также его недавно приобретенное умение уклонения от стрел. Если бы они использовались против обычного бойца, подобного ему, последствия были бы ужасными. Через несколько минут пространственное поле боя подобрало ему второго противника. Место. Древнее поле боя. Оборудование. Начать. Ли Юньму нажалок. В следующий момент он прибыл на древнее поле боя. Вся локация имела диаметр 30 м. Он усвоил урок из последнего боя и передвинулся на более выгодную позицию, чтобы спрятаться. Эй, новый противник. Девушка. Наблюдая за противником, он обнаружил, что тот на удивление был женщиной. Более того, она казалась не намного старше его, казалось, что они были одинакового возраста. Но что с того? В этот момент в его голове было только одно – заработать больше космических элементов. Бам Ли Юньму начал самую простую атаку. Поскольку у него были только кольчужные доспехи и клинок, он, естественно, использовал самый простой метод ближнего боя. У тебя обычная энергия потока? Странно, почему мозг выбрал тебя, простого последователя потока, как моего оппонента? Увидев нападение Ли Юньму, девушка слегка нахмурила брови. Видимо, она не могла понять, почему ее поставили в пару с обычным противником, и только с одной победой. Что за обычная энергия потока? Мне все равно умри. Преодолев более 10 метров в мгновение ока, Ли Юньму инстинктивно взмахнул клинком по направлению к девушке. Хочешь победить меня с таким низким ливилом? Девушка улыбнулась и немного отошла в сторону, уклоняясь от атаки. Ли Юньму продолжал атаковать противника, рубя снова и снова, но эта девушка легко уклонялась. О мой бог! Ли Юньму задрожал. Он знал, что новый противник был намного сильнее, чем первый. Эта девушка имела удивительную гибкость и поворотливость. Он последовательно ударил 18 раз, но в результате он не смог даже прикоснуться к ней. Этой неудачи была достаточной для осознания, что заработать космические элементы было не так просто. Решающим моментом здесь было то, что его нынешняя сила и боевое мастерство были только на базовом уровне. После 18 попыток Ли Юньму начал задыхаться. Базовая энергия последователя потока не могла поддерживать атаку так долго. Ты выглядишь усталым, теперь моя очередь. Эта девушка легко засмеялась. В течение секунды ее фигура задвигалась в два раза быстрее, чем она раньше. Вращаясь вокруг Ли Юньму, она напоминала ураган. Тысячи порезов, 36 форм. Девушка громко закричала. Несколько коротких клинков завращались вокруг Ли Юньму, как ураган. В течение секунды Ли Юньму столкнулся с внезапным нападением этой девушки. Это было ужасно страшно. Даже если у него был инстинкт, он мог остановить пять одновременных ударов. Два коротких клинка пронзили тело Ли Юньму. Это конец. Ли Юньму был раздражен. Откуда взялась эта девушка? Он знал, что с его базовым уровнем потока его не должны были сопоставить с таким противником. Независимо от того, было ли это качество или количество энергии потока, она была намного сильнее его. Сволочи, это, по-вашему, был бой? Это было просто издевательство. Глава 12. Экстремальная защита. Глава 12. Экстремальная защита Ли Юньму уклонился от трех ударов, полагаясь на свой боевой инстинкт, и уклонился еще от двух с помощью навыка уклонения от стрел, но на этом его сопротивление иссякло. Эта девушка явно овладела непростыми навыками. Каждый ее удар был все сильнее и быстрее по сравнению с предыдущим. В следующий момент на тело Ли Юньму пришлось восемь ударов, причем каждый был мощнее, чем последнее. Весь процесс занял менее двух секунд. Тринадцать уколов в течение двух секунд, все они были в два, три раза быстрее, чем удары Ли Юньму, не говоря уже о их силе. Это атакующий навык? Ты культивируешь древние боевые искусства? Это уже слишком. В этот момент Ли Юньму понял, что пробуждение энергии потока было только началом, его будущий путь был намного тяжелее. Восемь последовательных ударов осыпали его тело, как проливной дождь. Когда Ли Юньму думал, что он уже проиграл, он неожиданно обнаружил, что он все еще стоял на ногах. Что? Он действительно все еще стоял. Ха-ха-ха, да я в порядке, только живот немного болит. Ли Юньму выдавил из себя смешок, но пока он был в оцепенении, он понял кое-что. Потенциал Адмиралтейского покрова был неистовым даже на первом уровне. За очки способностей, которые он заработал в последние несколько дней, Ли Юньму уже обновил Адмиралтейский покров до четвертого уровня. На этом уровне он получал бы только 66% от урона. Другими словами, сила атаки противника была бы ослаблена почти на треть. Более того, Ли Юньму выбрал защитный костюм, который обеспечивает высокую защиту. О, черт возьми, на этот раз Ли Юньму обнаружил, что тандем из Адмиралтейского покрова и защитного костюма возвышал его защиту на новый уровень. Как это возможно? Ее противник-новичок должен был давным-давно пасть, но кто мог подумать, после восьми ударов он смог встать и посмеяться, как сумасшедший. Девушка была поражена, ярость отразилась на ее красивом лице. Она решила снова пойти в атаку, но результат полностью ошеломил ее. На этот раз ее противник даже не уклонялся этого. Он принял все 13 ударов, а затем отряхнулся и снова рассмеялся. К настоящему времени эта девушка поняла ситуацию. Как оказалось, пространственное поле битвы не допустило ошибки при матчмэкинге. Скорее, у этого человека был защитный навык, коего она раньше не видывала. Это объясняло бы, почему пространственное поле битвы сопоставило бы ее с этим обычным последователем потока. Девочка, ты, кажется, выдохлась. Теперь моя очередь. После того, как она дважды не осилила защиту противника, на этот раз ее противник бросил в нее те же слова, что сказала она ранее. Настроение Чу Цин Ю никогда еще не было таким мерзким. Новичок позволял себе такие вольности, что еще больше разозлило ее. Ли Юнь Му поднял свой клинок и выкрикнул знаменитое боевое мастерство ее семьи. Тысячи порезов, 36 форм. Ли Юнь Му рассмеялся. Подражая действиям девушки, он мгновенно бросился вперед и колол ее. Каждый удар был быстрее, чем последний, но его навыки меча не могли превзойти его противника, и он просто безрассудно обрушивался на нее изо всех сил. Однако результат поразил всех зрителей. Как это возможно? Чу Цин Ю уступает этому мальчику. Что происходит? Все кончено. Маленький Юй будет так зол. Но кто этот мальчик? Его защита настолько мощная. Ах, две сестры Чу Цин Юй также пришли на пространственное поле битвы, чтобы посмотреть на матч. Но они не ожидали, что эта битва окажется такой странной. Когда Чу Цин Юй развязывала атаку, все лицезрели, как она не могла сломить защиту Ли Юнь Му. Бой длился 37 минут. Наконец Ли Юнь Му настиг ее. Это было выше того, что девушка могла вынести, и впервые она должна была признать, что она потерпела поражение. Дин, победа над оппонентом. Ты получил 76 очков космического элемента. Дин, твой навык уклонения от стрел увеличился на 13 очков. Чтобы перейти на следующий уровень, нужно еще 87 баллов. Дин, в пределах пространственного поля битвы, ты познал базовый уровень атакующего навыка Клинок Насилия. Когда Чу Цин Юй взяла на себя инициативу признать поражение, Ли Юнь Му, наконец, услышал серию уведомлений от системы, информирующих его о трофеях. Я получил так много очков космического элемента, Ли Юнь Му вытаращил глаза. В прошлый раз, когда он сражался против своего первого противника и победил его с большим трудом, он получил только 3 очка космического элемента. Но теперь, после победы над этой маленькой девочкой, он, на удивление, получил 76 очков, что произошло. Что еще больше удивило его, он не только прокачал мастерство уклонения от стрел, он также постиг навык Клинок Насилия. Блаженство это было действительно блаженство. «Иф-Иф, я запомню тебя, в следующий раз я, Чу Цин Юй, обязательно расколю твой панцирь, я». Маленькая девочка бушевала в ярости, но прежде чем она успела закончить свое разглагольствование, она обнаружила, что ее противник не обращал внимания и ушел со сцены, полностью игнорируя ее. Ли Юньмо, эта девушка сказала сквозь зубы, а затем быстро ушла. После отступления с поля битвы Ли Юньмо внезапно обнаружил, что всего за два поединка он получил большой урожай. Хозяин Ли Юньмо рейтинг Последователь потока Метод культивации Адмиралтейский покров Четвертый уровень Боевые умения Уклонение от стрел Базовый этап Клинок Насилия Базовый этап Очки опыта 36 очков Очки способностей 29 очков Космические элементы 79 баллов Надо сказать, что его активы становились все сильнее и сильнее Что касается угрозы этой девушки, он не беспокоился об этом Хихи Когда они снова встретятся, Адмиралтейский покров уже будет обновлен Кто знает на сколько уровней Глава 13 Первая покупка Глава 13 Первая покупка После того, как Ли Юньмо узнала возможности приобрести высокоуровневые техники за космические элементы Он продолжал сражаться, как одержимый К концу дня он побывал в 10 сражениях Поскольку скрытая сила Адмиралтейского покрова также учитывалась при матчмейкинге Каждый противник Ли Юньмо превосходил его по энергии потока Но синергия Адмиралтейского покрова и его брони предоставляла ужасающего уровня защиту После 20 виртуальных дней нескончаемых битв Ли Юньмо чаще выходил победителем, чем проигравшим Среди его противников лишь немногие были уникальны, как Чу Цин Юй, и превосходили уровень простого последователя потока Таким образом, количество космических элементов, которые он поглощал после каждого сражения, на самом деле было не так велико На 29-й день виртуального мира, когда он победил свою 171-ю битву, его одержимость битвой подошла к концу После всех этих дней количество космических элементов, наконец, достигло значительного числа, 1000 очков Наконец, у меня достаточно Это было нелегко Ли Юньмо глубоко выдохнул и расслабился Он действительно прыгнул выше головы Почти целый месяц он продолжал возвращаться на поле битвы и драться почти по 18 часов в день Как ему удавалось поддерживать себя Теперь, когда он подумал об этом, Ли Юньмо также испугался его безумного поведения 1000 очков означали, что теперь он может получить метод культивирования второго сорта Система Я хочу приобрести метод культивирования второго класса После долгого ожидания Ли Юньмо не мог справиться со своим волнением и громко озвучил свой запрос системе У вас 1000 очков космических элементов Вы можете себе позволить метода культивирования второго класса Система просит хозяина выбрать категорию Я выбираю метод культивирования из защитной категории Не нужно было слишком много думать Ли Юньмо решил упереться в защитные методы С детства он знал, что мастер на все руки На самом деле мастер ни в чем Вместо того чтобы быть средничком во всех областях Было бы лучше преуспеть на одном поле У него в основном не было никаких идей насчет атакующих боевых навыков В пространственном магазине было 329 методов культивирования из защитной категории Которые включали методы с пассивными эффектами и боевые навыки Которые необходимо активировать Адмиралтейский покров был пассивным методом первого класса Он обладает способностью выдерживать ужасающие повреждения И не требует активации Таким образом этот навык полностью подходил неопытному воину Это несомненно поможет ему быстро нарастить еще большую силу Был выбран защитный метод второго класса Поздравление Вы получили метод культивации второго класса Секреты медного тела Необходимо один очко навыка Чтобы начать практиковать Хотите приступить сразу? Правила покупки в пространственном магазине были очень просты Методы культивирования второго класса стоили от 1000 до 9999 очков Чем выше количество очков Тем более конкретным может быть выбор методов культивирования Например, если Ли Юньму непосредственно вложил 9999 очков космического элемента В качестве начального капитала Тогда он мог выбрать Какой метод культивирования Б-класса или боевое умение он хочет получить Однако, если он держал на руках только 1000 очков То все было бы не так радужно Он получил бы случайный метод культивирования среди всех защитных навыков Поэтому, в конце концов, все зависело от его удачи Более того, метод культивирования секретов медного тела Можно рассматривать только как метод среднего ранга среди всех техник второго сорта Да, Ли Юньму был так взволнован, что он не колебался и сразу дал ответ Один очко умения было вычтено и очень быстро Необычная сила забушевала на его теле Он почувствовал, что его кожа и плоть становятся твердыми, как медь С одной лишь мыслью его мышцы могут стать мягкими или жесткими и прочными, как медь Это секреты медного тела? Это действительно достойно называться методом культивирования второго класса Хотя у этой техники нет исключительной способности снижать урон, как у Адмиралтейского покрова Защита здесь выше, чем у тяжелой брони солдата И это эффект только первого уровня Одна мысль и одежда Ли Юньму трещала по швам от необыкновенной силы, мчащейся по его телу Его белая кожа с головы до ног приняла медный коричневый цвет, излучающий металлический блеск Он протянул руку и ударил по металлическому столу Стол тут же прогнулся под силой его руки Более того, его рука не испытала ни травмы, ни даже малейшей боли Понятно, что этот защитный метод культивации представлял собой совершенно иное по сравнению с Адмиралтейским покровом Если бы защитные эффекты этих двух навыков были объединены, это было бы совершенно безупречно С первым уровнем секретов медного тела, его защита стала сопоставимой с доспехами солдат По достижению еще одного уровня, его защита удвоится Согласно подробному объяснению системы, если бы Льюнему мог обновить секреты медного тела до уровня 10, то, подобно Адмиралтейскому покрову, он испытал бы фундаментальную трансформацию, превратив навык в секреты железного тела Достигнув уровня 20, техника превратится в секреты стального тела После 30 уровня, секреты серебряного тела На уровне 40, секреты золотого тела И на уровне 50, секреты небесного золотого тела Система не предоставила никакой информации выше 50 уровня Возможно, это было пределом или, возможно, все еще было куда стремиться В любом случае, кровь Льюнему уже вскипала Неожиданно этот метод культивирования второго класса имел такой большой скрытый потенциал У него осталось только 28 очков умений И он решил потратить 20 очков, чтобы обновить секреты медного тела до второго уровня Он сразу же почувствовал, как крепость его тела удваивается по сравнению с предыдущим состоянием Медная коричневая окраска его кожи стала еще темнее, мощно Теперь защита моего тела уже превзошла доспехи рядового солдата Более того, это всего лишь второй уровень Когда я прокачаюсь до 10 и достигну секретов железного тела Моя защита будет крепче, чем тяжелая стальная броня Он знал, что с точки зрения защиты тяжелая стальная броня была лишь второй после тяжелой брони из титанового сплава Но самым важным моментом было то, что секреты железного тела не оказывали бы никакого негативного влияния на ловкость и скорость Сила этого древнего метода намного превосходила воображение Ли Юниму Глава 14 Снаряжение солдата Глава 14 Снаряжение солдата Могу я спросить Вы, сэр Ли Юниму? Из домофона раздался незнакомый мужской голос Это я, а вы кто? Ли Юниму поднялся с кровати с сонными глазами и ответил Сэр Ли Юниму, вам посылка из города небесного облака Требуется ваша подпись Так что, голос с другой стороны двери звучал весьма учтиво Ладно, иду Если его догадка была верной То эту посылку отправили его родители Он с любопытством открыл ее Внутри была серебристая коробка На которой были выгравированы несколько узоров и рисунков Боевое снаряжение солдата Увидев прекрасный и неповторимый узор храма бога войны Он издал небольшой виск удивления, смешанные чувства поглотили его У него было четкое представление о том, что за предмет находился внутри этой коробки Используя свой пин-код, он открыл серебристую коробку Действительно, внутри оказалась серебряная одежда, изготовленная из уникального материала В правом углу коробки лежал клинок из титанового сплава Отец Произнес Ли Юниму, глядя в направлении города Юнчин Это была самая драгоценная, самая дорогая броня его отца, лучшая из них Весь набор был сделан в храме бога войны Ее полное имя было продвинутое боевое снаряжение солдата Хотя это было всего лишь снаряжение низшего класса Созданное для солдат бога войны Оно могло пригодиться даже последователю потока Оно гарантировало высокую защиту, а также увеличивало силу Цена этого комплекта составляла 50 000 монет четвертого измерения или 5 монет пятого Чего стоили эти монеты пятого измерения? Обычно 300 монет четвертого измерения было достаточно, чтобы удовлетворять потребности среднестатистического семейства из 5 человек в течение одного месяца Ли Чжунмин, который был командиром лагеря, получал ежемесячные жалования в размере 605 монет четвертого измерения А после того, как Ли Юньму стал последователем потока, он начал получать от альянса ежемесячную выплату в 1000 монет четвертого измерения Было совершенно очевидно, что в предыдущем финансовом состоянии семьи 50 000 монет четвертого измерения считались большой суммой Самое главное, что, даже если семья была богатой, у нее могло и не быть квалификации, чтобы загробастать такой комплект Это было потому, что это снаряжение предназначалось для членов храма бога войны Хотя его отец мог воспроизвести только след энергии потока, и он не был даже полупробужденным последователем Но после десятилетней выслуги он получил квалификацию заказать эту броню Кто бы мог подумать, что его отец пошлет костюм Ли Юньму Ли Юньму долго пребывал в оцепенении, прежде чем надеть этот костюм В тот момент он почувствовал тяжелое бремя своего отца и его исключительную важность Но это был не самый важный момент, самое главное, что в этом костюме Ли Юньму ощущал себя сильнее, чем когда-либо Такая сила не походила на энергию потока, что была силой от внутреннего тела Скорее эта сила исходила из глубин его мышцы и распространялась по всему телу Разумеется, после того, как он надел защитное снаряжение солдата Даже не будь он полноправным последователем потока Его сила и маневренность по-прежнему будут удвоены Чем больше будет присутствие энергии потока, тем сильнее возрастет крепость и подвижность его тела Нечего и говорить Ли Юньму, который полностью пробудил энергию потока В настоящее время сила его физического тела почти достигла вершины, которую мог предоставить данный набор брони То есть в пять раз Этот костюм действительно мощный, достоин называться продуктом Храма Бога Войны Чувствуя изменения в своем теле, Ли Юньму слегка возбудился Надев снаряжение, Ли Юньму достал клинок из титанового сплава Этот клинок был чрезвычайно тяжелым и весил почти 32 кг Если бы он не пробудил энергию потока и не надел защитное снаряжение, он даже не смог бы взмахнуть им Этот боевой клинок был аналогичным образом создан Храмом Бога Война и принадлежал к той же серии, что и защитное снаряжение солдата Его название было «Боевой клинок солдата» и он был острым, широким и чрезвычайно тяжелым Цена составит 10 000 монет четвертого измерения Было ясно, что все ценности семьи Ли Юньму, кроме их старого дома в городе Счастливого Ветра, теперь были здесь, при нем Эти два предмета гарантировали безопасность Ли Чжун Миня на линии фронта в течение последних 10 лет или около того, но теперь они были переданы Ли Юньму Внезапно взгляд Ли Юньму пал на его тень, и все его тело задрожало Когда он увидел свою тень после того, как он облачился в броню и взялся за клинок, у него внезапно возникла идея Поскольку его тень изменилась соответственно его переодеванием Если он сейчас активирует систему, то теоретически, не получит ли его тень бафы от нового снаряжения? Как только эта мысль проникла в его сознание, Ли Юньму больше не мог себя контролировать Система отправляй меня на место Районный сад Действительно, его спонтанная теория вскоре оказалась верной На этот раз, когда тень активировалась и появилась в ее теле появились дополнительные очертания И теперь ее рука сжимала тень боевого клинка Тень действительно может синхронизироваться В этот момент его тень достигла высоты в 13 эсэм Он ясно помнил, что перед скачком дракона высота его тени составляла всего 4 эсэм Но теперь, после того, как он надел солдатскую броню и объединил ее с эффектом секретов медного тела Его тень достигла высоты в 13 эсэм Он знал, что увеличение высоты его тени было связано с увеличением его личной силы Выяснив все это, Ли Юньму не мог удержаться ни на мгновение и сразу же направил тень к газону С увеличением его силы теперь у него был более широкий выбор насекомых для фарминга Теперь у него хватило сил тягаться с крупными монстрами, такими как паук и ящерица Войдя в глубины леса и стравы, он взял на себя инициативу и напал на муравьев, коих на лужайке было больше всего На этот раз Ли Юньму схлестнулся примерно с 20 муравьями одновременно В прошлом он, несомненно, бежал бы при встрече с таким стадом, но теперь он просто направил тень в атаку С увеличением роста тени на 9 см монстры, подобные муравьям, больше не казались такими огромными Он легко взмахнул клинком в сторону муравья, и в следующее мгновение его тело сразу же разделилось на две части одной косой чертой Весь процесс был чрезвычайно плавным мгновенным убийством Глава 15 Уровень растет даже во сне Глава 15 Уровень растет даже во сне В следующий день, ты убил муравья и получил один очко опыта и один очко умений На этот раз я им покажу Ли Юньму разразился всем сердцем Он действительно не ожидал, что его тень успешно унаследует силу его новой брони и меча Раньше он сражался голыми руками, но теперь у него был костюм боевого солдата, который давал большую защиту А также чрезвычайно острый боевой клинок Он был весь в предвкушении С такой градацией силы его тени все 24 муравья были легко истреблены менее чем за 3 минуты Ли Юньму заработал легких 24 экспы и 24 очка перков Вскоре после этого он встретил гусеницу третьего класса На этот раз Ли Юньму не бросился бежать, скорее он смело продвинулся вперед В течение нескольких минут этот огромный и длинный монстр понес серьезный урон от ударов клинка Кузнечик пятого класса, убит Ящерица седьмого класса, убит-убит Богомол десятого класса, убит-убит-убит Наконец, после первого раунда Ли Юньму неожиданно обнаружил, что когда Адмиралтейский покров Секреты медного тела и костюм солдата Эти три средства защиты были объединены вместе Общая защита росла пугающими темпами Адмиралтейский покров снижал урон на 34% А затем, прошедший урон был встречен защитным костюмом солдата, что дополнительно снижало его Наконец, повреждение было еще раз уменьшено секретами медного тела Эффект этой трехслойной защиты полностью превышал его воображение Ли Юньму возгордился своей победой над Богомолом десятого уровня Небольшой урон, который он понес, не мог сломить его защиту И ощущался всего лишь как укус комара Пора уходить Впервые Ли Юньму, наконец, испытал пугающую мощь Адмиралтейского покрова Этого древнего метода культивирования первого класса Слитого вместе с другими средствами защиты Эффект рос в геометрической прогрессии С чего бы бояться Богомола десятого уровня Он мог яростно колоть и рубить его, игнорируя встречные нападения Впервые Ли Юньму почувствовал, что убивать монстров системы было очень легко Ему только и нужно было, что безумно нападать День вы успешно познали базовый уровень шаг насекомого Базовый навык маневрирования День вы успешно познали базовый уровень атакующего умения Удар сверчка Шаг насекомого Фундаментальный навык маневрирования, понимаемый через инстинкт Вы подсознательно подражали своим оппонентам и выучили его Вы познали базовый уровень шага насекомого Если вы хотите обновить навык до более высоких уровней, продолжайте практику. Удар сверчка. Точный удар с беспощадностью и свирепостью сверчка, оказывает особый эффект на суставы конечностей организма. Вы поняли базовый уровень удара сверчка. Если вы хотите обновить навык до более высоких уровней, продолжайте практику. Когда Ли Юньмо обнаружил, что он постиг еще два навыка базового уровня, он был крайне удивлен. Не было бы преувеличением сказать, что даже если бы он не вступил в ряды последователей потока, сила его тела не уступала бы новичкам, недавно пробудившим поток. Надо признать, что выгоды, которые Ли Юньмо получил от системы теней, были огромны. Какая жалость, ведь я пускал в ход и мои кулаки, так почему я не познал каких-нибудь навыков бокса, что за такая дерьмовая удача? Ли Юньмо был немного разочарован. Пассивно приобретенные навыки требуют, чтобы хозяин был в гармонии с этим типом навыка. Система выдала объяснение. Так вот оно что. Следующим вечером Ли Юньмо снова запустил систему. В настоящее время его сила заметно увеличилась. С адмиралтейским покровом, секретами медного тела и военным снаряжением его защита достигла невообразимой степени. В результате его лень дала о себе знать. Он решил переключиться с ручного управления на автоматическое. Когда Ли Юньмо переключился на автоматическое управление, его сознание вернулось обратно к его телу. Потеряв контроль, тень, естественно, потеряла всякий разум и стала еще более роботизированной. Однако теперь, даже богомолу 10 уровня нелегко было прорваться сквозь его защиту. Вместо богомола самым сильным монстром в саду стала жаба. День, ты убил сороконожку 7 уровня. Получено 7 очков опыта и 7 очков умения. День, ты убил летучую мышь 13 уровня. Получено 13 очков опыта и 13 очков умения. С бесконечным потоком убитых монстров, система постоянно докладывала о новых приобретениях. Но Ли Юньмо чувствовал себя не очень-то комфортно. Он заказал еду вынос и сейчас поглощал жареную курицу, запивая ее кофе. Пока нескончаемая череда уведомлений лилась ему в уши, его настроение ухудшалось. Постепенно он выяснил еще один факт. Хотя использование ручного управления было более гибким и рациональным и приводило к более высокой эффективности, в долгосрочной перспективе эффективность его ручного управления просто не могла сравниться с автоматическим. Это в основном исходит из того, что тени не нужно останавливаться и отдыхать. День. Ваша тень успешно использовала навык уклонения от стрел и шаг насекомых. Уклонение от стрел и шаг насекомых достигли один уровня мастерства. День. Ваша тень неоднократно использовала меч. Это еще больше обострило ваши инстинкты владения мечом. Вы познали удар в прыжке. Что это за херня сейчас была? Ли Юньмо взбодрился. Первоначально он считал, что, поскольку он переключился на автоматический контроль уровни его навыков не повысится, но кто бы мог подумать, похоже, что автоматическое управление использует его базовые навыки, поэтому через некоторое время его уровни повысятся. Однако самое главное, что это не требовало внимания Ли Юньмо. Прошло уже не так много времени с тех пор, как он взялся за меч, но вот он уже познал новый навык удар в прыжке. Похоже, его предрасположенность к клинковому оружию была очень высокой. Ли Юньмо сам не заметил, как уснул. Тем не менее, тень на экране его компьютера по-прежнему автономно искала монстров, пока на горизонте не появился намек на рассвет. Внезапно система издала громкий звуковой сигнал, который разбудил его. День. Навык шаг насекомого достиг предела и был повышен до второго уровня. Глава 16. Вступление в Пятое измерение. Глава 16. Вступление в Пятое измерение. Гильдия флюксеров города Счастливого ветра находилась в самом сердце главного района. Сегодня это здание приветствовало многих новых последователей потока. Среди них были мужчины и женщины в возрасте от 15 до 18 лет. На каждое из этих элегантных и нежных лиц уже надвигалась гордость за себя. У этой группы мальчиков и девочек действительно была причина гордиться собой. Потому что для обычных людей они казались сливками общества. Они были будущим современного мира. 15, 19, 23, 26. Что? Один до сих пор не появился. Лицом ответственным за перекличку был знаменитый старейшина гильдии флюксеров города Счастливого ветра. «Представляю отчет президенту. Отсутствующий некто по имени Ли Юньму, принадлежащий 16-й школе, выбранной в прошлом месяце, 17 лет, недавно пробудился», ответила симпатичная женщина в костюме секретарши. «Ли Юньму, кто это? Он так высокомерен, что заставляет стольких людей ждать». Группа юношей и девушек кривили лицами, услышав это. 16-я средняя школа, я не ослышался, полностью пробудившийся последователь потока из 16-й средней школы. Насколько я знаю, за последние два года ниже 9-й школы не было абсолютно ни одного полностью пробужденного. Все юноши и девушки, присутствовавшие на площади, были поражены. Все они знали, что в городе Счастливого Ветра было в общей сложности 19 средних школ, которые были пронумерованы в соответствии с их уровнем. 16-я средняя школа, как следует из названия, была третьей из конца рейтинга, и человек, который заставлял их ждать себя, на удивление оказался оттуда. Выражение их лиц еще более исказилось. Ясное дело, что большая часть этой группы происходила из шести лучших школ. Их врожденный талант был куда более выдающимся, чем у кого-то из 16-й средней школы. При обычных обстоятельствах они бы даже не удостоили его взгляда. Подождем еще 10 минут, если он не придет, значит, воспримем это как добровольный отказ, сказал старейшина, также известный как президент Лааджи из гильдии флюксеров Счастливого Ветра. Хотя старейшина негодовал от этого нового нерадивого ученика, он не мог сказать всего, что думал. Поскольку город Счастливого Ветра был всего лишь маленьким городком на северном берегу, каждому зарегистрированному последователю потока придавалось большое значение. Секундные стрелки часов продолжали свой ход, и люди все дальше теряли терпение, но этот новый последователь потока так и не появился. Так уж мы должны его ждать? Женщина-помощник посмотрела на наручные часы и осторожно спросила. Если он не возжелал объявиться, тогда пусть растратит свой потенциал впустую. Лааджи тяжко вздохнул, на его лице появилось отчаяние, и он приказал запустить канал передачи. Да, президент. Несколько членов гильдии быстро приступили к запуску. В случае с гильдией флюксеров Счастливого Ветра, запуск канала передачи был непростой задачей, так как для старта требовался пространственный кристалл. Таким образом, они могли позволить себе это лишь единожды в год, когда свежая кровь приходит вступить в Пятое измерение. После чего над площадью гильдии собрался купол из большого количества нитей энергии, извлеченной из пространственного кристалла. Пустое пространство посреди площади вдруг зарябило. Маленькая трещина начала расползаться все больше и больше и, наконец, стабилизировалась по достижению радиусов 3М. Теперь вы можете войти в канал, но вы должны контролировать энергию потока, вытекающую извне, иначе это может привести нестабильности канала. В худшем случае канал может обрушиться. Лач же особо подчеркнул. В этот самый момент, когда 26 мальчиков и девочек были в восторге от своего близящегося входа в легендарное Пятое измерение, они услышали отдаленный, но громкий крик. Подождите, подождите. Я опаздываю. О, боже, к счастью, я успел как раз вовремя. Этот человек взволнованно ворвался и заговорил грубым голосом, задыхаясь. Действительно, Ли Юньму, наконец, прибыл. Если бы он упустил эту возможность, ему пришлось бы ждать свой шанс до следующего года, о чем он жалел бы до конца жизни. Ха-ха, действительно, он похож на нашего вундеркинда из 16-й школы. Прежде чем все смогли войти в канал, наконец, появился последний из новичков потока. У этого человека по имени Ли Юньму было простое и скучное лицо. Его рост также был средним, едва достигая 175 и сым. Его внешность казалась обычной, но как насчет его врожденных навыков, с первого взгляда было ясно, что он был идиотом. Если бы он не был идиотом, тогда он бы не вел себя так безрассудно, и не опаздывал на важные события, подобные вступлению в Пятое измерение. В течение нескольких секунд все 26 новоиспеченных последователей потока сформировали неблагоприятное мнение о Ли Юньму. Несколько девушек даже решили игнорировать его. Вот и отлично. Ли Юньму не был слеп. Через мгновение он уже знал, что не понравился группе, но он не придавал этому хоть какой-то важности. Поскольку он прибыл в последнюю минуту, его нельзя было считать опоздавшим. Привет, меня зовут Люнатзи. Приятно познакомиться. Одна девушка протянула ее красивую ручку и сказала приятным голосом. Ее голос привлек внимание многих прочих людей в окрестностях. Более того, она и выглядела очень мило. Один только взгляд заставил бы любого погрузиться в оцепенение и почувствовать трепет, исходящий из его сердца. «Эй, ты не осуждаешь меня за то, что я заставил тебя ждать». Ли Юньму был очень удивлен, но сумел быстро среагировать. Он легко улыбнулся и протянул ей руку. У каждого свои проблемы, и я уверена, что никто бы не стал опаздывать на такое крупное событие без причины. Кроме того, у тебя оставалась еще одна минута. Люнатзи улыбнулась. «Хорошо, ты только что заработала себе друга. Меня зовут Ли Юньму. Кстати, твой голос действительно милый». Ли Юньму похвалил ее от сердца. «Благодарю». На Цзи время поджимает. «Заходи быстрее». Ли кто-то там, запомни, при входе в канал не используй энергию потока, иначе мы убьем тебя. Внезапно молодой человек с дурным выражением лица втиснулся между ними и прервал их. Ли Юньму был немного недоволен, но он ясно понимал, что сейчас время не флиртовать, а следовать правилам. Легендарное Пятое измерение. Он никогда не ожидал, что такой момент наступит. Это была Божественная Земля, на которую все жаждали взглянуть. Обычные люди могли разве что слушать рассказы о ней. Как только все 27 новоиспеченных последователей потока из города Счастливого Ветра вошли в канал, президент гильдии флюксеров вздрогнул от шока. «Дедушка, что с этим мальчиком? Я заметила, что ты уделяешь ему много внимания». После того, как все лишние люди ушли, женщина сбросила маску формальности и спросила Лаачжу в недоумении. Очень странно, тело этого мальчика немного необычно. Когда он входил в канал, его поступ слегка напоминало давно утраченный шаг насекомого. Но опять же, я не смею быть уверенным. Глава 17. Большой двор. Глава 17. Большой двор – это замок небесного облака из Пятого измерения. Сталь. Стали еще больше стали. Насколько глаза могли видеть до горизонта, без каких-либо исключений. Там стояло множество великолепных зданий, построенных из стали. Весь город был сделан из стали. Даже крепости обладали высокими стенами из толстых слоев стали. Вся стальная цитадель покрывала площадь, равную маленькому городу. Но при разумном подходе вмещала в себя несколько миллионов человек. Это был замок небесного облака, один из семи вторичных городов Пятого измерения. Он был также моделью города небесного облака в мире Пятого измерения. Увидев сцену перед ними, все мальчики и девочки были шокированы как никогда прежде. Хотя они и ранее слышали рассказы старейши на замке небесного облака, лучше один раз увидеть, чем миллион раз услышать. Все они, в том числе Льюньму, в этот момент были преисполнены гордостью за свой центральный континент. Какую цену должны были заплатить прошлые поколения, чтобы построить эту грандиозную стальную крепость? Я не мог вообразить себе, что легендарный замок небесного облака будет настолько шокирующим. Я слышал от деда, что эта стальная крепость плавает по небу. 16-летняя девушка потерялась в своих воспоминаниях, что он еще и движется. Этот замок плывет по небу? Многие уронили свои челюсти. Да, это одна из величественных плавучих крепостей человечества. Во всем нашем центральном континенте только семь таких. Замок всегда в движении, даже пока мы находимся в нем. Это гарантирует, что он не будет атакован пространственными зверями пятого измерения. Парень, который ранее вклинился в разговор Льюньму и Люнацзи, продолжил тему, начатую предыдущей девушкой, и добавил своей информации. Было ясно, что его знания о пятом измерении были намного шире по сравнению с такими людьми, как Льюньму. Как и ожидалось от первого последователя потока из первой школы нашего города. «Лот Зинь, ты увеличил наши познания о пятом измерении». Другая девушка, одетая в красное, сказала с явным обожанием на лице. «Ах, да, я слышал, что господин Лот Зинь – великий мастер потока, поэтому я думаю, что он определенно более осведомлен о пятом измерении, чем мы». «После того, как девушка в красном подняла эту тему, многие люди согласились. Ты стишь мне, я на самом деле мало что знаю, только несколько вещей, которые я услышал от своего отца. Я такой же новичок, как и все остальные, и сегодня, наконец, вошел в пятое измерение». Лот Зинь заулыбался, его глаза, казалось, искали кого-то в толпе и, наконец, упали на Люнацзи. Ли Юньмо вдруг все осознал, оказывается, этот Лот Зинь был неимоверным мастером потока. Более того, у этого Лот Зинь также был выдающийся статус, он был талантом номер один из первой школы города Счастливого Ветра. По слухам, сила энергии потока этого человека уже достигла третьего уровня серебряного кристалла. «Вот что бывает, когда твой отец – мастер потока». Ли Юньмо вздохнул от досады. «Младшие братья и сестры, меня зовут Танань. Все, пожалуйста, следуйте за мной, я представляю гильдию флюксеров города Счастливого Ветра, и я отведу вас всех в Большой Двор. Если все пройдет гладко, то в течение следующих три лет Большой Двор станет вашим жилищем и штаб-квартирой». В этот момент юноша вышел вперед, он, казалось, долго ждал этого момента. На нем был красный военный халат, а поверх военного халата была крошечная печать, принадлежащая исключительно гильдии флюксеров города Счастливого Ветра. Видимо, он был старшим ответственным за прием новых последователей потока из города Счастливого Ветра. Возраст здесь не имел значения, важна только сила потока. Кто сильнее, тот и прав. Так как Танань величал себя старшим, то, естественно, сила его энергии потока была, по крайней мере, на третьем уровне, а может быть даже выше по сравнению с Лотзинь. «Хорошо, тогда нам придется просить старшего Тана об услуге, проведите нас». Сам того не заметив, Лотзинь выступил в качестве представителя группы. Однако у него действительно была необходимая квалификация, чтобы занять позицию лидера. Следуя Танань, все они вышли из канала и вошли во внешний мир. Выйдя наружу, они обнаружили себя на главной улице города. Обе стороны дороги были заполнены всяческими магазинами, которые казались весьма процветающими. В замке Небесного Облака помимо последователей потока из всех 136 городов также собралось 30 тысяч других людей. Все они были специально отобранными простыми людьми, иммигрировавшими сюда. Они жили здесь на протяжении многих поколений. Эти люди отвечали за логистику и снабжение для последователей потока. Помимо этого, в замке Небесного Облака также было 50 000 солдат Альянса, которые были вооружены до зубов. Кроме того, 10 000 солдат Бога Войны были рассредоточены по всему району, чтобы обеспечить его безопасность и защиту. Этот замок Небесного Облака полностью отличался от того, что Лиюнему себе воображал. Кто бы мог подумать, что если он выберет какого-то случайного человека, тот определенно окажется носителем потока. Группа людей уставилась в окна своего вагона и с любопытством смотрела во все стороны. После долгой поездки по множеству маленьких улочек они, наконец, прибыли на Большой Двор. Большой Двор города Счастливого Ветра в действительности представлял собой двор для последователей потока из города Счастливого Ветра. Другие 136 небольших городов также имели свои собственные большие дворы. Пространство, занимаемое каждым большим двором в замке, было обширным, почти как обычная деревня людей до темной эры. Двор, безусловно, мог вмещать тысячу человек, включая все необходимое. В течение трех лет, недавно пробудившийся последователь потока обучился бы там навыкам боя с использованием энергии потока и всевозможным знанием о культивировании. Естественно, если бы Ли Юньму не захотел идти по этому пути, никто бы его не заставлял, но если бы он упустил эту возможность, он также потерял бы поддержку Альянса. Хотя Ли Юньму обладал системой теней, он был очень рад получить систематизированные знания и понять многие вещи, особенно о проблемах, с которыми он ранее столкнулся на пространственном поле битвы. Старший Танань в этом мире присутствует необычная энергия потока, которая полностью отличается от энергии потока, пробуждаемой обычными людьми. Он вспомнил ту Чу Цин Юй, с которым он столкнулся на поле битвы. После победы над ней он вдруг получил большое количество космических элементов, поэтому он догадался, что Чу Цин Юй была особенной, ее поток отличался от других. Глава 18 Помело Глава 18 Помело необычная энергия потока, услышав это, Танань, который вел их вперед, внезапно остановился. В удивлении он обернулся, чтобы посмотреть на Ли Юньму. Да, я как-то раз пересекся с девушкой, владеющей особым видом энергии потока, это было на поле битвы. Когда она выпустила свою энергию потока, я почувствовал жжение, очень болезненное. Ли Юньму сказал, вспоминая, что ты сказал, тебя сопоставили с противником, который использовал темную энергию потока. Все слышали его, вот это отличная шутка. Ли Юньму, ха-ха, у тебя действительно рот как Помело. Прежде чем Танань мог что-либо ответить, мальчик с большой головой и поставленными волосами вышел из группы и оглядел Ли Юньму оценивающим взглядом. Из их предыдущего знакомства Ли Юньму вспомнил, что этого большого и свирепого мальчика звали Хауу, ему было 17 лет, он уже достиг второго уровня, царства черного кристалла, темная энергия потока, что это, не говори мне, что противники с темной энергией потока чем-то необычны. Ли Юньму неожиданно обнаружил, что не только Хауу странно уставился на него, в группе было много людей, которые глядели на него со странными выражениями. Он не ожидал такой реакции, он только рассказал им, как было, и все. С того момента, как он победил Чу Цен Юй, он был обеспокоен этим вопросом. В конце концов, среди его многочисленных противников на поле битвы только от Чу Цен Юй он получил кучу космических элементов, близкую к трехзначным числам, поэтому он не мог сдержать любопытство. Ха-ха, младший брат Юньму, темная энергия потока не просто необычна, с ней также очень сложно управиться. Если я не ошибаюсь, та энергия потока, о которой ты только что упомянул, должна быть темной энергией потока, имеет большую разницу в качестве, по сравнению с потоком, который пробудили мы. Танань объяснял это, не зная, смеяться ему или плакать. Даже если у него не было никаких предрассудков по отношению к Ли Юньму, в этот момент он не мог не подумать, что этот человек действительно врет. Пара оппонентов на поле битвы подбиралась согласно правилу, что обе стороны должны иметь равную силу. Мозг системы никогда не ошибался. В противном случае, если бы существовало огромное несоответствие между силой противников, тогда битва теряла бы весь смысл и осталась бы местом, где сильные будут попирать слабых. Он ясно мог понять, что Ли Юньму недавно пробудил энергию потока, поэтому сила его потока, конечно же, не достигла даже первого уровня, царства обычного кристалла. Но теперь он говорил, что ему выставили противника с энергией темного потока. Неудивительно, что Хауу насмехался над ним. Ученик Ли, позволь мне рассказать тебе кое-что, даже если я, находящийся на третьем уровне, уровне серебряного кристалла, встречусь с противником, который использует темную энергию потока, я не смогу победить такого противника. Так скажи мне, грозный это оппонент или нет? Лот Зинь нежно рассмеялся. Он был в восторге, он находил этого невежественного и громкого хвостуна забавным. Раньше он считал, что этот идиот был ему соперником, это было глупо с его стороны. Но теперь Лот Зинь наконец успокоился, он тайком поглядывал на Люна Цзи. Как и ожидалось, у нее на лбу выступили морщины, как будто она была удивлена словами Ли Юньму, что такое эта темная энергия потока. Ли Юньму не обращал внимания на чужие насмешки, он думал только об этой силе. Когда он столкнулся с Чу Цинью, ее сила была не такой уж грозной, но он был лишь немного сильнее. Поэтому, по его оценке, она также недавно пробудила энергию потока и должна была иметь уровень обычного кристалла. А Боже, сердце Ли Юньму возликовало, впервые, наконец у него было хоть какое-то понимание его собственной силы. Общее положение о темной энергии потока гласит, что эта энергия потока отличается от обычной энергии потока. Однако наш альянс располагает более полным определением, такой поток должен иметь деструктивные характеристики. Эта разрушающая энергия потока отличается от обычной. Свойство горения, о котором ты только что говорил, предполагает тип темной энергии потока. Содержащий огонь характеризуется всеразрушающей силой. Неважно, каким атрибутом темной энергии потока они обладают, разрушающая сила последователя темного потока гораздо более жестокая по сравнению с обычным последователем. Если человеку посчастливилось пробудить энергию потока среди тысяч обычных людей, то только один из тысячи последователей естественным образом пробудит темную энергию потока. Обычно мы называем их божественными последователями, подразумевая, что сами небеса благоприятствовали этим людям. Люнацзи объяснила Лиюньму вместо Танань. Эта младшая сестра верно говорит. Тех, кто пробудил энергию потока, называют небесными экспертами. Тех же, кто пробудил темную энергию потока среди тысячи обычных последователей, называют божественными экспертами. Танань одобрительно кивнул в сторону Люнацзи. У этой девушки был красивый вид, приятный голос, ее темперамент был спокойным. Танань не ожидал, что у нее окажутся такие обширные знания, она не выглядела как житель города Счастливого Ветра. Старший Танань был взволнован, небеса, казалось, решили помочь его городу Счастливого Ветра, новые ученики были талантливы. Разве что этот Лиюньму, эта деревенщина, только и мог что трепаться, ничего не зная. Танань подсознательно пренебрег им. Вот как значит, Лиюньму, казалось, наконец-то высвободился от путаницы в своем сердце. Но одновременно в его сердце наследило отчаяние. Вероятность появления темного последователя, один к одна тысяча. Он пытался рассчитать вероятность наткнуться на темного последователя на пространственном поле битвы. Старший нам суждено навсегда оставаться позади темных последователей, спросила еще одна девушка, которая в первый раз услышала о существовании темных последователей и не могла не испытать отчаяния. До того, как они вошли в пятое измерение, их недавно повысили до более высокого статуса. Все считали себя избранными, но теперь вдруг кто-то сообщает, что есть люди, более выдающиеся, чем они. Те, кто услышал об этом в первый раз, были действительно шокированы и не хотели уступать. Это не так. Хотя это и правда, что этим божественным экспертам сильно повезло, но если мы будем упорно трудиться, будет возможность догнать их. Пока мы прилагаем большие усилия, у нас также есть шанс стать темным последователем, так что делайте все возможные. Танань улыбнулся и энергично ободрял всех. Впоследствии, после того, как официальные вопросы были улажены, всеобщее волнение также ослабело. Впоследствии они вошли в великий двор, ведомый Танань, который также мог отчитаться в завершении миссии. Двор кленового леса. Мы будем жить в этом маленьком дворе. Группа людей вошла во двор. Площадь, занимаемая всем двором, была не очень большой и простиралась всего на 300 метров. Но пейзажи внутри были очень мирными и красивыми. Там были пруды с рыбами и сады камней, многоэтажные павильоны. Окружение было заполнено красными кленовыми деревьями. Это заставляло каждого чувствовать комфорт и преисполниться хорошим настроем. Глава 19. Беспомощность Люнатзи. Глава 19. Беспомощность Люнатзи. В будущем этот двор будет вашим домом. Здесь много комнат, но я не буду участвовать в распределении. Каждый из вас может выбрать ту, которая вам нравится. Танань простился с каждым по выполнению своего задания. На Цзи это маленькое двухэтажное здание посередине хорошо освещается днем. Два этажа идеально подходит для группы из четырех. Как насчет того, чтобы нам пойти и посмотреть? После того, как старший ученик Танань ушел, Лотзинь полностью проигнорировал других людей и взял на себя инициативу занять свое место во дворе. Один этаж для него и Хауу, а другой для Люнатзи и ее подруги, по два человека на каждом. Я хочу это место и точка. Ничего себе, мне нравится этот пруд возле дома, я хочу его себе. Вскоре группа молодых людей выбрала дома, которые им нравились. Независимо от времени или места, здесь все следовали одной политике. Прав тот, кто сильнее. Самый сильный человек выбирал первым, после него другие. А самые слабые выбирали из того, что осталось. От сильного и к слабому, каждый из них довольно быстро выбрали себе место. Осталось только 7-8 студентов, которые смотрели на оставшиеся пустые дома с беспомощными выражениями. Я хочу вот этот. Ли Юньму ни на что не претендовал. Все дома во дворе были гораздо лучше убраны по сравнению с его собственным домом. Поэтому в этот раз он не бросился в драку. Более того, у него также были свои скрытые мысли насчет дома. Из-за активности его системы он явно не мог подобрать себе слишком заметный дом. Наконец, его взгляд остановился на лачуге в углу. Эта маленькая хижина выглядела совершенно непримечательной. И более того, была расположена в самом дальнем углу. Когда Ли Юньму выбрал этот ветхий дом, никто из оставшихся не предъявлял своих претензий. Вместо этого последовала полная противоположность. Все смотрели друг на друга с легкой улыбкой. Как бы говоря, по крайней мере, он знает свое место. Естественно, Ли Юньму заметил выражение этих самых слабых учеников. Эти люди были явно слабыми, но даже им хватало наглости издеваться над ним. Не обращая больше внимания на этих людей, Ли Юньму распахнул ворота своей маленькой лачуги. Ее площадь была самой маленькой по сравнению с другими домами, но там было относительно удобно. Свободное место и удобство в этой отдельной хижине были приемлемыми. Намного лучше по сравнению с его спальней в его собственном доме. Здесь даже была отдельная туалетная комната. Ли Юньму был полностью удовлетворен всем и первое, что он сделал это дождался ночи и тайно разместил свой антикварный компьютер на заднем дворе. Ах, быть последователем потока, такая прекрасная жизнь, бесплатная еда, бесплатное жилье, бесплатные напитки и бесплатное образование. Ли Юньму упал на мягкую кровать в спальной комнате и пробормотал себе под нос, чувствуя себя полностью удовлетворенным. Остальная часть дня быстро пролетела. Прошло несколько дней. Это время новые ученики знакомились с замком небесного облака. Жизнь в великом дворе была тихой и спокойной, новоиспеченные последователи полнились жизненной силой. Методы подготовки совсем не вписывались в представление Ли Юньму. Здесь больше внимания уделялось свободе и самообучению. Пятое измерение было особенным миром. В этот мир не мог попасть какой-либо грозный флюксер, потому что насыщенная энергия потока, вытекающая из его тела, прервала бы канал передачи. Ввиду этого здесь не было классов культивирования, не было наставников, поэтому там было не так много людей, которые вмешивались бы в вашу жизнь или ваше обучение. Каждый новый последователь, вступивший в пятое измерение, должен был полагаться на себя. Во всем большом дворе, помимо Ли Юньму и 26 других учеников из его группы, было более сотни семей обычных людей. Эти люди были ответственны за повседневные дела города, такие как уборка, стерка, готовка и другие черные работы. Их призвание, сделать жизнь последователей более комфортной. Кроме того, в маленьких дворах также было много старших учеников. После многих лет те из них, кто обладал видным врожденным талантом, переходили в ранг мастеров потока и входили в шестое измерение. Поскольку там было так много разных дворов, большой двор был похож на школьный кампус. Как правило, все дворы были разделены по годам обучения и имели примерно одинаковую раздробленность на маленькие группки. У каждой из них был свой собственный уклад жизни, поэтому, как правило, разные классы не имели обширных контактов с остальными. Но все они сходились на том, что прибыли из города Счастливого Ветра. В последние несколько дней большую часть времени Ли Юньму убил в библиотеке, выискивая самую подробную информацию, относящуюся к Пятому измерению. Он также нашел множество подробных источников о классификации пространственных зверей на пустошах. Все новоприбывшие последователи должны были как можно скорее проглотить всю эту информацию. Что касается боевых навыков и методов культивации, чего все уже не могли дождаться, их можно было найти в крупнейшем центре союза флюксеров, который находится в самом сердце Замка Небесного Облака. Хотя все хотели изучить эти систематические боевые навыки и методы культивации, это было не бесплатно. Каждый кусочек информации был дорогостоящим и требовал дополнительных баллов. Этот союз флюксеров представлял собой коалицию всех гильдий флюксеров в мире и был самой мощной организацией на Земле. Гильдия флюксеров города Счастливого Ветра была лишь небольшой частицей мощи этого союза. Ученица Натзе. Я прочитал много книг и архивов за последние несколько дней, но так и не нашел никакой информации о преобразовании обычной энергии потока в темный поток. Единственный ученик, с которым Ли Юньму заговорил бы, был Алю Натзе. Что же насчет остальных? Он был слишком смущен. Все знали, что он был единственным из группы, кто не происходил из топ-6 школ их города. Хрен его знает, как он должен был разговаривать с этой группой дебилов, которые смотрели на нежестоящих людей, как на собак. Неужели они действительно думали, что у учеников из низших школ была низшая сила? На самом деле, все естество Ли Юньму выдвигало такое мнение по этому вопросу. Это было не так. Это была холодная жесткая правда. Ученик Юньму, почему ты так одержим этой темной энергией потока? Беспомощность мелькнула на лице Натзе. В последние дни Ли Юньму неоднократно приставал к ней с этим вопросом. В самом деле, кто же не захочет жить на самой нижней ступени? Кому сдалась эта энергия, которая мощнее обычного потока? Ли Юньму закатил глаза. Его ответ был таким, каким он должен быть. Он знал одно. Конечной его целью было заполучить множество космических элементов. Пробыв в библиотеке последние несколько дней, он читал книги о правилах подбора оппонентов на пространственном поле битвы. Если последователь хочет быть сопоставлен с последователем темного потока, то есть только один вариант. Он сам должен быть последователем темного потока. Естественно, он не мог проболтаться об этом, даже если Люнь Натзе относилась к нему благосклонно. Глава 20. Броня выжившего. Глава 20. Броня выжившего. Я тоже ничего об этом не знаю. Боже, Юньму, я уже много раз говорила тебе, что это такой секрет, о котором знают только люди высокого уровня. Откуда мне что-либо об этом знать? Смотри мне в глаза, Люна Утзе, твой взгляд тебя выдает. Ли Юньму посмотрел ей в глаза и сказал. Лицо Люна Утзе покраснело. После долгого колебания она, наконец, заговорила. Метод культивирования разрушительной энергии потока действительно существовал, но этот метод был чрезвычайно сложным и также имел высокие риски. Нужно было убить пространственного зверя класса король и, если возможно, получить пространственный кристалл класса король, тогда последователь потока получит определенную вероятность поглотить атрибут разрушения из силы пространственного зверя, что приведет к удивительной трансформации в его собственной энергии потока. Этот секрет был известен только в узком кругу высшего класса Альянса. Обычный последователь не мог об этом знать, и на то были причины. Одна из них заключалась в том, что если бы эта информация была предана гласности, то что многие последователи переоценили бы свои способности и бросались бы в атаку на зверей высокого класса, это было бы равносильно самоубийству. Другая причина заключалась в том, что высший класс не хотел делиться этим секретом, потому что, если бы они это сделали, это вело бы к появлению многих конкурентов. После нескончаемого беспокойства со стороны Ли Юниму Люнаутзи, наконец, раскрыла эту тайну. На самом деле этот секрет не мог считаться секретом. Об этом знал любой, кто обладал определенной властью и статусом. Люнаутзи не хотела давать эту информацию Ли Юниму, потому что она не хотела, чтобы Ли Юниму переоценил свои способности и рисковал жизнью. Пространственный зверь класса король, теперь Ли Юниму, наконец, все осознал. В последние несколько дней он буквально жил в библиотеке и достал много информации о большинстве пространственных зверей пятого измерения, так что, естественно, он не был незнаком со зверями класса король. Говорилось, что звери такового уровня рассматриваются как короли среди пространственных зверей. Они обладают пугающими способностями к насилию. Кроме того, вокруг такого короля наверняка будет крутиться свита из простых монстров. Говоря прямо, силы одного человека попросту не хватит, чтобы убить зверя класса король. Согласно предупреждениям из книг, даже если бы все ученики из города Счастливого Ветра собрались бы в бой, не было уверенности, что они могли убить зверя королевского класса. Через мгновение Ли Юньму уже раскапывал информацию, относящуюся к пространственным зверям класса король. Он накрепко запомнил всю информацию о своей будущей цели, короле. Что касается убийства зверя класса король, то для других это может оказаться чрезвычайно трудным, но у него больше шансов. Когда он продвинется в культивации своего адмиралтейского покрова и секретов медного тела, тогда пространственные звери класса король, независимо от их числа, не смогут сломить его защиту, и это будет его шанс. Пока Ли Юньму созерцал все это, Джо Уцзин, который с самого начала был неразлучен с Лю Наутзи, поспешно бросился вперед. Наутзи я получил информацию от старшего Танан. Через два дня замок небесного облака временно остановится в зоне Рики Ламу, у нас, наконец, будет возможность выйти и покультивировать. Джо Уцзин не собирался снижать свой голос, он быстро разнесся по всей библиотеке. Что, мы достигли зоны Рики Ламу? Хорошо, очень хорошо, мы так долго ждали этого. Да, я больше не могу ждать. По слухам, концентрация пространственных зверей в зоне Рики Ламу очень высока, но сила их невыдающаяся. Возлющиеся, что делает это место одной из десяти святых земель для культивации, где новые последователи, как мы, могут выходить и тренироваться. Это не так просто, я должен вернуться и подготовиться. Когда другие услышали эту новость, большинство из них были очень взволнованы. Зачем они вошли в Пятое измерение? Не было никакой другой причины, кроме как увеличить их силу. Уровни последователей потока можно разделить на пять больших слоев, от самого низкого до самого высокого. Обычный кристалл, черный кристалл, серебряный кристалл, золотой кристалл и, наконец, самым высоким был радужный кристалл. Каждый последователь, который хотел бы поднять свою культивацию энергии потока, не мог целыми днями заниматься закрытой культивацией и игнорировать весь мир вокруг. С таким этому методом не удастся значительно увеличить энергию потока, это считалось самым идиотским и самым медленным методом культивирования. Собирая мудрости знания старейшин в течение нескольких сотен лет, 230 лет назад чрезвычайно грозный флюксер открыл новый путь для быстрого культивирования, это был путь агрессии. С тех пор скорость культивации последователей потока увеличилась, их сила также умножилась. С этого момента энергия потока стала считаться высшей силой и потеснила оружие военных, разработанное наукой и технологией, которые использовались до наступления темной эры. Таким образом, люди снова получили пространство для жизни и, наконец, ступили в более высокие измерения, что привело к появлению огромных передвижных стальных замков, служащих в качестве штаб-квартир. Этот недавно созданный путь агрессии был основан на охоте на пространственных зверей разных уровней. Убивая их, люди могли поглощать энергию потока через пространственные кристаллы в их тела. Пять уровней последователей потока были определены в соответствии с разными уровнями пространственных зверей. Когда новоиспеченные последователи хотели взойти на уровень обычного кристалла, они должны удовлетворять двум условиям. Во-первых, они должны поглотить достаточную энергию потока из пространственных зверей низшего уровня, активировать 12 точек потока в теле культиватора и позволить энергии потока, хранящейся в теле, придаться фундаментальным изменениям. Это можно было рассматривать как полшага на первый уровень, уровень обычного кристалла. Причина, по которой удовлетворение первого требования может рассматриваться только как половина шага, объясняется тем, что второе условие было не менее важным. Последователям приходилось манипулировать состоянием энергии потока, чтобы сконструировать боевой доспех, который мог принадлежать исключительно самому последователю. Только после удовлетворения этих двух требований можно было бы считать, что они действительно продвинулись на уровень вверх. Одной из причин, почему Лот Зинь не смог стать лидером новоприбывших последователей, было то, что, прежде чем войти в Пятое измерение, он уже убил множество зверей и поглотил достаточно пространственных кристаллов, но не мог удовлетворить второе требование. Не говоря уже о маленьком городе счастливого ветра, даже если рассматривать его на фоне всего города небесного облака, он был бы видной фигурой с такой скоростью культивации. Это было именно то место, которое обладало огромными природными ресурсами, и теперь, после долгого ожидания, его возможность наконец-то прибыла. Конечно же, в это время все отложили свои важные дела и бросились собираться в малом дворе, где Танан вместе с двумя другими старшими учениками уже ждал их. Вы все получили весть очень быстро, и все вы так скоро вернулись, я этого не ожидал. Взгляд Танан пронесся мимо всех, и он сказал с легкой улыбкой, я думаю, вы уже знаете причину, по которой мы здесь. Через два дня замок небесного облака достигнет зоны реки Ламу и остановится там на один месяц. Этот месяц это возможность выйти и культивировать, которую вы все ждали. Наш большой двор очень скормный, поэтому он не сможет оказать вам всемирную помощь, но мы все же подготовил для вас некоторое снаряжение. Хотя его качество не очень высокое, оно поднимет ваши шансы на выживание. Теперь все могут подойти и выбрать. В настоящее время старший Танан был главным культиватором города Счастливого Ветра. Его положение в Большом дворе можно примерно считать равным лидеру студенческого союза в университете. Гильдия флюксеров города Счастливого Ветра возложила на него обязанность направлять новых последователей. Хотя эта ответственность не оплачивалась, она считалась хорошим опытом. Таким образом, достижения новоиспеченных последователей были важны для него, поэтому он не мог не быть дотошным в этом отношении. После его хлопка два других старших ученика открыли два больших серебряных сундука, которые они привезли с собой. Это броня выжившего. Тот, кто знал, что это такое, вскрикнул от удивления. Глава 21. Три придурка. Глава 21. Три придурка. Это верно. Вот тут 30 наборов доспехов, которые были предоставлены нашим городом Счастливого Ветра. Подходите и выбирайте. У вас два дня на то, чтобы свыкнуться с новыми доспехами. Тан кивнул головой в сторону снаряжения, подтвердив, что это действительно боевой доспех выжившего. О, небеса, это действительно доспех выжившего. Многие люди восхитились этим. Но некоторые другие, как Лоцзинь, Хуаву, а также Люнацзе, Джоуцзин, в общей сложности семеро человек не показали никакой активности. Причина была очень простой. Эти семь человек уже имели собственную броню. И хотя вооружение человечества постоянно развивалось, этих семерых не так то легко было чем-то удивить. Ли Юньму не сдвинулся с места, потому что у него уже было боевое снаряжение Храма Бога Войны, переданное ему его отцом, что было куда лучше по сравнению с этой броней выжившего. Разницу между двумя наборами снаряжения можно было понять даже из их названий. Строго говоря, доспех выжившего можно было рассматривать просто как небольшую прибавку к защите. Эта броня не была оружием сама по себе. Продвинутые виды брони существенно увеличивали общую боевую мощь пользователя, а не только защиту. Но у брони выжившего помимо защиты также есть несколько практических функций, призванных увеличить выживаемость пользователей. Например, доспех чрезвычайно устойчив к температуре, он может согревать пользователя даже при температуре до минус 50. Такая броня даже имеет аварийное снабжение кислородом в течение трех часов, и может поглощать влагу из воздуха и превращать ее в небольшое количество чистой воды, удовлетворяя тем самым минимальную потребность в воде. Честно говоря, если бы у Ли Юньму не было снаряжения его отца, то этот комплект выжившего был бы его первым выбором. Ли Юньму, что ты там стоишь, ты должен знать, что этот доспех – это шанс на выживание таким, как ты. Видя, что Ли Юньму не двигался, Джоу Цзин очень рассердилась. Как лучшая подруга Люна Цзи, она была недовольна тем, что такой человек, как Ли Юньму, сближался с Люна Цзи. У него не было ни сил, ни богатой семьи, и только небо знает, почему Люна Цзи даже заговорила с ним. Почему бы и нет? В конце концов, этот набор стоит 5000 монет четвертого размера. Ли Юньму явно знал, почему Джоу Цзин его не взлюбила, но он не повелся на приманку. В начале он не хотел быть слишком жадным и лишний растратить ресурсы гильдии флюксеров. Но теперь, когда его принуждали, он бы не отказался из-за своих добрых намерений. Он согласился бы с улыбкой. В худшем случае, он может просто продать эту броню на рынке в реальном мире. Этот набор также можно было перепродавать за 2000-3000 монет четвертого измерения, что было эквивалентно ежегодным расходам обычной семьи. Ли Юньму шагнул вперед, чтобы забрать оставшийся доспех, а из другого сундука он взял боевой клинок. Этот клинок явно не шел в сравнение с тем, что прислал его отец, который был сделан из сплава титана и стали. Хотя этот был сделан из сплава золота и стали, он был довольно долговечен. Даже если его можно было использовать только для боя с каким-то низкоуровневым зверем, этого было достаточно. Большинство людей взволнованно получили свое снаряжение и потирали ладони в ожидании этих двух дней. Все они считали, что это была праздничная поездка за пределы замка, но они не понимали, что это будет первый раз, когда они сразятся на пустошах пятого измерения. Поскольку его отец находился в прифронтовом лагере, Ли Юньму знал об опасностях пустошей. Таким образом, получив снаряжение, он не остался на светскую беседу с этими сумасшедшими, и в тот вечер он не ходил в библиотеку. Он начал готовиться к своей первой поездке. После входа в пятое измерение он не обращал внимания на систему теней, потому что он был занят поглощением новых знаний. Первоначально он хотел познакомиться со своим окружением, прежде чем тщательно выбрать место для применения системы, но теперь у него не было времени на размеренную подготовку. День. Система теней запущена. Предыдущая локация выбирается автоматически. Районный сад. День. Районный сад недоступен. Обнаружены изменения в мире хозяина. Система обновляет карту мира. Время, необходимое для завершения обновления, составляет 38 часов 56 минут 17 секунд. Пожалуйста, подождите. Что? Снова обновление? Это так долго? Ли Юньму, наконец, понял, что по-быстрому поднять уровень его адмиралтейского покрова и секретов медного тела будет невозможно. Поняв это, он решил хорошенько отдохнуть. На следующий день он проснулся рано и обнаружил, что все ученики в маленьком дворе взволнованно готовились к их первому путешествию. Привет, дружище. Мы собираемся идти в гильдию флюксеров. Ты с нами? Ли Юньму едва вышла из дома, когда возбужденный ученик взял на себя инициативу поприветствовать его. Ли Юньму посмотрел на мальчика, которому явно еще не исполнилось 17 лет, но он выглядел как 30-летний мужчина. Он оставлял очень глубокое впечатление. Не говоря уже обо всем прочем, одно только его зрелое лицо наверняка оставит впечатление на всех, кто увидит это впервые. Ли Юньму помнил, что этого парня звали Чжан Дасюн, но все любили называть его Большой Сюн. Помимо его лица, его тело также было огромным. Он казался очень грубым и происходил из восьмой средней школы, поэтому он был не намного лучше Ли Юньму. Тем не менее, он также был одним из тех оставшихся слабаков, издевавшихся над ним. Мы знакомы, Ли Юньму был поражен, он не мог поверить своему уху. Эти люди неожиданно проявили инициативу пригласить его. Естественно, тут только и остались старшие братья и ты. Старший брат озорно улыбнулся и пошел к нему, затем он похлопал Ли Юньму по плечу, чтобы показать свою добрую волю. Зачем вы идете в гильдии флюксеров? Ли Юньму не обращал внимания на этих людей, но таинственное выражение на лице Большого Сюна и других двоих подогревало его любопытство. Он временно не мог использовать систему теней, а также не был в настроении идти в библиотеку за дополнительными знаниями. Поэтому на этот момент Ли Юньму было абсолютно скучно, а он не боялся ничего, кроме бездействия. Черт, ты даже не знаешь об этом? Мы собираемся получить наши миссии. Мы хотим завтра пойти на миссии и получить несколько баллов, не считая большой прибыли. Большой Сюн поднял свой тяжелый кулак и взволнованно помахал им. Верно, я слышал, что после пробуждения самый быстрый способ заработать денег – это выполнять миссии. Если нам это удастся, нашим будущим поколениям не придется беспокоиться о деньгах, высказал состоявший рядом студент в очках. Как насчет собраться в отряд? Вчера я спросил и узнал, что Лот Зинь, этот надменный парень, уже сформировал себе группу и после завтрашнего выхода из замка они оставят нас на произвол судьбы. Однако наша команда больших медведей не может себе позволить отставать от них. Если ты пойдешь с нами, тогда нам останется найти еще одного. Третий студент воспользовался возможностью пригласить Ли Юньму. Ли Юньму едва мог смотреть на жалкое лицо третьего ученика. Его изогнутые зубы выглядели, будто претерпели сильный удар. Один из них был большой сюн, другой был тонким мальчиком-снежинкой, а последний был с кривыми зубами. Что, черт возьми, это за собрание придурков? Ли Юньму не знал, смеяться или плакать. Что тут сказать? Хотя он и не выглядел особенно красивым, в конце концов, он соответствовал нормам, его черты лица были четко обозначены, что сделало его достойным второго взгляда. Бог знает, почему эти странные люди подумали, что он пойдет с ними. Иф-ф. Ли Юньму чуть не проблевался кровью, когда внезапно все осознал. Первоначально эти трое экзотических цветов были отвергнуты Лотзиним и другими, и теперь они хотели, чтобы Ли Юньму составил им компанию. После этого было неудивительно, почему эти люди приветствовали его и сердечно приглашали присоединиться к ним. Глава 22. Деньги – это все. Глава 22. Деньги – это все так ты идешь или нет? Большой Сюн увидел скучное выражение лица Ли Юньму и с тревогой спросил. Конечно, я иду. Несмотря ни на что, Ли Юньму говорил с комом в горле, только в конце предложения он вернулся к своему нормальному состоянию и равнодушно пожал плечами. Наконец он присоединился к боевому отряду Большого Сюна. Хотя эти несколько людей выглядели как придурки, теперь он понял, что никто другой его не пригласит. Самое главное, вместо того, чтобы присоединяться к такому требовательному человеку, как Лот Зинь, было бы лучше присоединиться к этой группе придурков. По крайней мере, Ли Юньму будет гарантирована определенная свобода, и как только он найдет подходящее место, он сможет уйти от этой команды и продолжить соло. Хорошо, очень хорошо, ха-ха-ха, мы, наконец, собрали четверых человек, сейчас нам не хватает только одного. Чувствуя огромную гордость по поводу успешной вербовки Ли Юньму, все трое рассмеялись от души, Ли Юньму лишь показал слабую улыбку. Присоединиться к вам это хорошо, но я хочу достаточной свободы. Ли Юньму невинно выдвинул условия. Ха, свобода? Нет проблем, нашему отряду Больших Медведей не хватает всего подряд, кроме свободы, ты можешь делать все, что захочешь. Теперь, мы должны пойти в гильдию флюксеров, и получить наши миссии. Группа из четырех человек использовала железную дорогу и вскоре прибыла в центр замка, где стояло самое большое и красивое здание, коалиция гильдии флюксеров. В этот момент коалиция гильдии полнилась новыми последователями потока из 136 городов под юрисдикцией облачного замка. Поскольку большинство из них бросились сюда именно сегодня, их цель была более или менее такой же, как у Большого Сюна, получить миссию. В этот момент зал миссий был заполнен новоиспеченными последователями. Если бы обычные жители города Счастливого Облака увидели эту сцену, они были бы перепуганы до смерти. Хотя вероятность полного пробуждения была очень низкой, если ее умножить на количество людей на всем центральном континенте, число становится весьма существенным. Даже облачный замок, который был лишь одним из семи городов среднего класса, был заполнен большим количеством последователей. В зале на всех четырех стенах висели большие экраны со списками миссий. Кроме того, поблизости стояли ряды машин самообслуживания, которые помогли людям принять миссию. Ли Юньмо вскоре обнаружил, что все миссии в зале были разделены на три категории. Первой категорией были правительственные миссии, выпущенные режимом Центрального континента и коалиции гильдии флюксеров. Они подразумевали устроить зачистку от пространственных зверей, и эти миссии были самыми простыми из всех. Убить сто пространственных зверей обычного кристалла, награда один очков клада гильдии флюксеров. Убить сто пространственных зверей черного кристалла, награда десять очков вклада гильдии флюксеров. Убить сто пространственных зверей серебряного кристалла, награда сто очков вклада гильдии флюксеров. Убить сто пространственных зверей золотого кристалла, награда 1000 очков вклада гильдии флюксеров, убить 100 пространственных зверей радужного кристалла, награда 10000 очков вклада гильдии флюксеров, более того, все вышеупомянутые 5 миссий можно было бы проходить снова и снова, проще говоря, правительственные миссии представляли собой истребление зверей, можно сказать, что правительственные миссии убивали сразу двух зайцев, они позволили новичкам потренироваться, и в то же время устранить угрозу пространственных зверей, создав своего рода равновесие в пятом измерении и превратив его в колыбель культивации для человеческого рода, второй тип миссий, миссии с денежным вознаграждением, выпущенные какими-то флюксерами или местными властями, они обычно намного сложнее, чем первый тип миссий, и многообразие их велико, там были запросы на сбор меха и кожи зверей и некоторых других материалов, Некоторые люди также просили о сборе растений с определенного района или даже камней и почвы, помимо многих других вещей, однако награда за миссии второго типа не была очками вклада, а обычными монетами четвертого измерения, Ли Юньму выбрал случайную миссию и взглянул, там значилась просьба о сборе меха и кожи пространственного зверя, он сразу же потерял дар речи, даже такая чрезвычайно простая миссия предлагала награду в размере 100 монет четвертого измерения, Не удивительно, что у Большого Сюна и других сверкали глаза, когда они настаивали на том, чтобы приехать сюда Третий тип миссий, миссии высокого класса, связанные с некоторыми мутными историями, хотя число таких миссий было очень скромным, каждая из них была чрезвычайно сложной Получить информацию о долине пустоты, 5 монет пятого измерения и 500 очков вклада Разумеется, только исследовательские миссии могли бы подарить вам 5 монет пятого измерения и несколько сотен очков Монеты пятого измерения, что они из себя представляли, это была валюта, используемая самыми могущественными людьми Простые люди не могли даже надеяться на контакт с ними, даже новые последователи, такие как Ли Юньму, не получат большого доступа к ним Одна монета пятого измерения была равна 10 000 монетам четвертого измерения Долговязый, что такое эти очки вклада? Эти очки вклада, очень хорошая вещь, они даже ценнее, чем монеты четвертого измерения Кроме того, если мы захотим купить какие-нибудь боевые навыки, их нельзя купить без этих очков Кроме того, если тебе срочно нужны деньги, то ты также можешь обменять очки вклада на монеты четвертого измерения Одно очко вклада эквивалентно 1000 монетам четвертого измерения Тощий мальчик поправили очки и сказали с самодовольным выражением лица Долговязый забыл добавить один момент Если ты наберешь 10 000 очков, тогда ты сможешь получить право жить в основном городе центрального континента и еще много других привилегий Если ты сможешь получить 1 миллион, ты получаешься права на вход в зал бога войны и покупать навыки священных духов Парень с кривыми зубами дополнил своего друга Навыки священных духов Ли Юньмо был потрясен Кто же из жителей центрального континента не знал о храме бога войны И что над храмом бога войны был храм боевого духа, который был самой грозной военной организацией на центральном континенте Что касается навыков священных духов, которые пугали людей еще больше Согласно легендам, они отличались от боевых навыков и методов культивирования общего класса, распространяемых гильдиями флюксеров Как следует из названия, это были священные умения, святые техники Только самые влиятельные люди и кланы центрального континента могли получить доступ к этим навыкам священного духа Обычные люди и даже простые последователи не имели никакого к ним доступа Но теперь этот кривозубый говорил, что к ним можно получить доступ, потратив очки вклада Хотя для этого требуется целый миллион очков, это был единственный способ Тогда чего мы ждем, давайте примем миссию Ли Юнь Му не мог успокоиться, услышав все это Хотя раньше он не убивал пространственных зверей Он теперь знал, что убийство обычного зверя эквивалентно 100 монетам четвертого измерения Убийство пяти было равно месячному жалованию его отца И он мог получить еще больше привилегий Услышав это, только глупец мог усидеть на месте Все говорят, что как только вы станете последователем Ваше богатство можно сравнить с целым городом Хотя такое убеждение было преувеличением, оно было небезосновательным Даже новоиспеченный последователь легко мог заработать деньги Глава 23 Купи, купи, купи Глава 23 Купи, купи, купи После регистрации на миссию Ли Юнь Му отправился в зал боевых искусств в гильдии флюксеров Где он впервые увидел методы культивации потока и боевые навыки, предоставляемые гильдией После тщательного анализа он быстро обнаружил, что методы навыки, предоставляемые Альянсом, относительно простые и уступают его адмиралтейскому покрову и секретам медного тела Можно сказать, что только методы второго класса и боевые навыки пришлись ему по вкусу Метод управления потоком Боевое умение класса D Метод используется для запуска энергии потока в теле уникальным способом Этот навык дальнего боя, который стреляет энергией потока Минимальные требования к культивированию Открытые 8 точек потока в обеих руках и ногах Взрывной кулак яростного льва Позволит обоим кулакам культиватора обладать потрясающей силой тигра, а также содержать энергию взрывного потока Минимальные требования к культивированию Открытые 17 точек серебряного кристалла в обеих руках и груди Молниеносный шаг Метод класса C-класса, используемый для уклонения Минимальные требования к культивированию 4 точки обычного кристалла в обеих ногах Требуется 38 очков вклада Железные кости Метод B-класса Использует энергию потока, чтобы усовершенствовать все кости тела Чтобы сделать их такими же твердыми, как железо Минимальные требования к культивированию Чтобы культиватор обладал, по крайней мере, уровнем черного кристалла И открыл 18 точек черного кристалла во всем теле Требуется 350 очков вклада 12 ударов, крушащих пространство Метод боя, который может взломать пространство Минимальные требования к культивированию Культиватор должен обладать уровнем обычного кристалла Для улучшения шансов на успех требуется открытие всех 12 точек обычного кристалла в теле Требуется 1000 очков вклада Там были ряды и колонны, наполненные всеми видами методов культивации и боевых навыков Предоставляемых альянсом Здесь было гораздо больше, чем в магазине системы теней В общей сложности было несколько тысяч методов Нужно сказать, что за 200 или около того лет Пока человечество практиковало принцип первостепенной важности потока Ассортимент боевых навыков и методов стал всеобъемлющим Это позволило культу потока войти в его золотой век И, подобно методам и навыкам системы теней Здесь они также были разделены на 4 класса А, Б, Ц, Д Ли Юньмо в итоге уяснил, что эти методы потока и боевые навыки имеют хорошую базу Но по мере прокачки у них не хватает силы У них не было достаточного потенциала для развития Проще говоря, если взять в пример секреты медного тела То, развивая этот метод, кожа Ли Юньмо испытает качественную трансформацию каждые 10 уровней К моменту, когда он достигнет 50 уровня Защитный метод культивирования Б-класса испытал бы 5 преобразований Начиная с медного тела, доходя до железного тела Затем серебряного, золотого тела А затем, наконец, небесного золотого тела К тому времени, когда он докультивирует его до пика Защита будет просто поразительной Что же насчет метода железной кости Даже если бы он прокачал его до предела Лучшим результатом были по-прежнему лишь железные кости Его потенциал был сильно ограничен Еще более отталкивало, что у этих методов было много ограничений и требований А также больших взносов Однако было бы ошибкой заявлять, что эти методы культивации и боевые навыки не имели никаких преимуществ Первоначальные эффекты культивирования этих навыков были грозными и обеспечивали большую огромную силу по сравнению с методами культивирования и боевыми навыками системы После долгого поиска Ли Юньму нашел два метода управления потоком, которые привели его в возбуждение На данный момент он не возлагал никаких надежд на железные кости Но были и другие методы потока класса в Блице, требования к культивированию которых были низкими Умение класса бы называлось силой земного дракона, порог его требований был очень низким Если он культивирует это, его физическое тело будет обладать силой земного дракона Определение огромная сила не была бы вполне достаточной, скорее экстремально огромная Просто идеально подходит для Ли Юньму Должно быть известно, что умножить сила атаки, это еще один способ защиты Если он не обладает огромной силой в качестве фундамента своего развития То, даже если у него есть удивительная защита, противник может просто атаковать, изматывать его Тем самым делая его защиту совершенно бесполезной Следовательно, эта сила земного дракона могла бы закрыть брешь в обороне Ли Юньму А также значительно увеличить его атакующий потенциал, убить двух зайцев одним выстрелом Поэтому он не мог не взволноваться Этот метод культивирования сила земного дракона потребовал 180 очков И Ли Юньму отметил его для себя Получить такое количество очков вклада было просто экстравагантной надеждой Но у него была система теней Если он продолжит использовать ее изо дня в день, ночь за ночью То, даже с небольшими успехами каждый раз окончательный депозит его очков взносов будет огромным Другой метод культивирования С-класса, который вызвал у него возбуждение, был методом оборонительного типа Который заставляет энергию потока зависать вокруг пяти внутренних органов и кишечники После культивирования до высокой степени его можно было использовать для укрепления и защиты его внутренних органов Даже адмиралтейский покров и секреты медного тела не обеспечивали ему такую безопасность Более того, ему нужно было только открыть три точки потока обычного кристалла в груди и животе и заплатить 70 очков, что довольно дешево Ли Юньму тоже подметил это Если бы он мог накопить достаточно очков, то он обязательно должен получить этот метод культивации Если бы он развил оба этих метода, тогда его защита была бы неприступной Помимо этого у гильдии не было никаких других интересных вещей Так что Большой Сюн и остальные воспользовались услугами искусственного интеллекта И после выплаты 1000 монет они основали боевой отряд Больших Медведей Ли Юньму не нарушил его обещания Пообщавшись с этими людьми все утро, он обнаружил, что Большой Сюн и его группа из трех человек были достаточно честными и имели высокие стандарты морали По крайней мере, по сравнению с лицемерами, как Ло Цзинь, Джоу Цзинь, они были намного лучше Теперь, когда он вошел в отряд Больших Медведей, за одно мгновение он получил доверие этих троих Помимо всего прочего, он также услышал занятную фразу от Большого Сюна Моему отцу не достает многих вещей, но единственное, чего у него полно, это денег Прошло немало времени, пока Ли Юньму в удивлении обнаружил, что этот Большой Сюн был самым настоящим нуворишем Его отец был самым богатым человеком города Счастливого Ветра, чье имя было Ли Досюн Ли Досюн и Ли Досюн, имена отца и сына были довольно необычны Это также можно было рассматривать как еще одно проявление преемственности поколений Не считая Большого Сюна, даже Кривозубый Цзин и остальные были сыновьями бизнесменов Все они были богаче среднего человека Эти три мажора пришли в коалицию флюксеров не ради заработка на миссиях, а скорее, чтобы увеличить свои очки взносов В конце концов, в современном мире энергия потока считалась высшей силой, и большие деньги уже не считались привилегией Таким образом, Большой Сюн и его двое друзей не упустили шанса увеличить свое влияние Ха-ха, все миссии с очками взноса были уже заняты Ох, мы что-то упустили? Их группа вышла из кабинета, громко рассмеявшись, но внезапно Большой Сюн схватился за голову Мы что-то упустили, нам не хватает боевой колесницы, на транспорте все будет намного проще, мы должны купить его Глава 24 Одним словом, богатый Глава 24 Одним словом, богатый приветствуем вас в нашем зале моторизованных боевых колесниц Я Цин Цзы, серийный номер 0168, большая честь служить вам, господа Ли Юньмо впервые посетил компанию, торгующую моторизованными боевыми колесницами Неподалеку от города Счастливого Ветра была одна, но ни по качеству товара, ни по прибылям Компания города Счастливого Ветра не могла угнаться за этой Однако, даже если эта компания была ниже, в своей прошлой жизни Ли Юньмо не мог даже зайти туда Потому что, хотя разница в цене на боевые колесницы и автопоезда была столь же высокой, как разница между небом и землей Общий уровень этой компании в Облачном замке были столь высокими, насколько мог видеть глаз Весь выставочный зал компании был заполнен различными типами, моделями и проектами моторизованных боевых колесниц Среди них самая дешевая боевая колесница имела стартовую цену в 100 000 монет четвертого измерения Среди различий между поездами и колесницами основным моментом была броня, на поезде ее вообще не было Поэтому для выезда за город использовались только боевые колесницы Находясь на пустошах новой эры, если ваш автомобиль часто ломался, то поздравляю вас, вам конец Чем дольше вы остаетесь в пустыне, тем выше ваши шансы на смерть Таким образом, еще одна особенность моторизованных боевых колесниц заключалась в том, что они были гораздо более высокого качества и гораздо более прочные по сравнению с поездами От чего-то столь малого, как винт, к чему-то столь важному, как двигатель Если они не подвергнутся серьезной атаке, тогда сама колесница не ломалась Даже если появляются небольшие сбои, они не смогут повлиять на нормальное путешествие Таким образом, боевыми колесницами этой эпохи могли пользоваться только самые богатые и самые могущественные люди Даже те, кто были просто богаты, не могли получить их Будучи сыном богатейшего человека из города Счастливого Ветра, Большой Сюн, естественно, мог себе позволить боевую колесницу Но даже если и так, у него не было особого выбора, потому что цена боевых колесниц относительно высокого класса была выше его возможностей Прогуливаясь мимо рядов, Большой Сюн, наконец, остановился перед двухколесной моторизованной боевой колесницей Хорошо, вот эту Как только Ли Юньмо взглянул на цену, он тут же глубоко вздохнул Твою мать Он действительно недооценил его отца Очевидно, чтобы облегчить свое культивирование, Большой Сюн выбрал моторизованную боевую колесницу стоимостью 300 000 монет четвертого измерения Что собой представляют 300 000 монет, он не мог этого знать Даже средняя цена на участок земли в городе Счастливого Ветра составляла всего 500 монет четвертого измерения за один квадратный метр Этих 300 000 монет четвертого размера было достаточно, чтобы купить участок земли площадью 600 кВМ Насколько велика была площадь в 600 кВМ? Большая, очень большая В настоящее время большая часть суши была занята всевозможными мутантами и пространственными зверями Свободное место для частных владений в городе стало крайне ограниченным Если 600 кВМ земли использовать для постройки многоэтажного жилого дома, тогда он мог легко вместить более 1000 человек Таким образом, можно было четко представить себе, насколько огромна эта куча денег В течение получаса все четверо выехали из торговой компании, сидя в транспортном средстве Известном как вездеходная боевая колесница ТХ-12 Громовержец, на которой они поехали по главной улице Эта колесница принадлежала к 12-му поколению, даже в городе, наполненном последователями потока Она была очень яркой и привлекательной, достаточно, чтобы глазные яблоки всех пешеходов повыскакивали из орбит Этот транспорт имел длину 7 метров Спереди и сзади были огромные боевые колеса диаметром в 5 метров и толщиной в полметра Ободки шин были полны шипов, обеспечивая невероятное сцепление Шины также обладали способностью автоматически накачиваться и были чрезвычайно жаропрочными На внутренней стороне колеса было размещено несколько тысяч отдельных камер Поэтому, даже если забить в колеса сотни стальных гвоздей, шины обеспечили бы комфортное вождение Броня с глубоким серебряным металлическим блеском гарантировала, что она может противостоять атакам из калибра 18 мм А также нападения зверя золотого кристалла Не нужно даже говорить об амортизации системе подвески Путешествие по горам или любой другой неровной почве было похоже на прогулку в парке Открыв крышу боевой колесницы, можно было бы наслаждаться пейзажем дикой природы Закрыв крышу, можно путешествовать как по земле, так и по воде Похоже, что Большой Сюн не только сделал ставку на свои силы, но и потребовал, чтобы его старик поддерживал его всем возможным Иначе он бы не купил эту колесницу, дорогую даже ля его семьи Ха-ха, если вернемся назад на этой боевой колеснице, может быть даже подцепим красивую девушку в нашу команду Сидящие во втором ряду кривозубый цан уже начали фантазировать Да, Ли Юньму успокоился В этот момент он понял, в какой цирк уродов он попал Может быть их сила не была впечатляющей Но, они были готовы расстаться с большой суммой денег Затем все четверо с грохотом пронеслись по главной улице прямо посреди бела дня После удовлетворения их огромных эго, они озаботились другими предметами для культивации за городом Боевая палатка типа Форт Хазе, готова Небольшой портативный очиститель воды, готова Бинты от кровотечения и спреи от кровотечения Быстродействующие сыворотки крови типов от 1 до 37 и прочее, готова Короче говоря, после того, как кривозубый цан и его друг присоединились К приготовлениям, единственным действием этого отряда была покупка всего возможного Их приобретения не были чем-то, на что обычные люди потратили бы деньги в обычные времена В то время как боевой отряд больших медведей по-прежнему бесцеремонно закупался товарами в облачном замке Другие ученики кленового леса уже вступили в заключительный этап И договаривались о создании отрядов Информация, ранее добытая Большим Сюном, была правильной Лотзинь, Хауу, Джоутзин, Люнаутзи и еще три человека того же уровня сформировали отдельный отряд Их сила, безусловно, стоит в топе рейтинга недавно прибывшей группы Культивации этих семерых были самыми высокими среди последователей, прибывших из города Счастливого ветра на этот раз Нельзя сказать, что Лотзинь был единственным, кто достиг уровня серебряного кристалла Хауу, Джоутзин и другие также достигли уровня черного кристалла Их текущей целью было убивать даже более мощных зверей более высокого уровня Мне не кажется, что этот план очень хорош Если мы, семеро самых сильных, пойдем вместе, тогда другие слабые ученики могут пострадать Люнаутзи была единственной из семи человек, которая выступила против этого Она не одобряла крайностей в мышлении Лотзиня Глава 25 Обман Глава 25 Обман Послушай, Наутзи, Лотзинь дело говорит Если нас семерых забросит в разные отряды Общий успех всего города Счастливого ветра окажется под ударом Ты должна понимать, что мы представляем не только себя, но и на город От нас многое ожидается Ты должна принять во внимание общую картину Хауу агитировал ее Это верно Более того, не можем же мы отказаться от нашего графика культивации Только чтобы защитить их Цель других учеников Звери обычного кристалла Которые бесполезны для нашей практики И мы не сможем извлечь из этого никаких выгод Зона Великой река Ламу Выбранная Альянсом Является наиболее подходящим местом для новичков культиваторов Если мы присоединимся к ним Это может сказаться на их прогрессе Другой член отряда убеждал ее А как насчет Ли Юньму? Он недавно пробудился и относится к шестнадцатой школе Я боюсь, что он не сможет присоединиться к отряду Лю Наутзи выразила свою озабоченность Ха-ха, ты действительно такой добренький человек Я сегодня видела, как он вошел в отряд Большого Сюна Все они, похоже, поладили Хорошо, все решено В этом году мы должны показать хороший результат для нашего города счастливого ветра Первоначально настроение Лу Цзиня было довольно хорошим Но теперь, услышав, как Лю Наутзи упомянула имя Ли Юньму Его лицо сразу же помрачнело Он, Джо Уцзин и другие не могли понять Почему Лю Наутзи так заботилась о мальчишке Но раз этот человек уже вошел в слабую карту